Раз, два, три, раз, два, раз, два, три Раз, два, три, раз, два Раз, два, раз, два, раз, два, раз Ну так Я думаю, что несмотря на наши технические сложности, у нас были очень интересные с вами работы в течение нашей секции. Разрешите вам представиться, меня зовут Евгений Ермолаев, я представляю Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства и является дополнительным директором ассоциации в развитии раннего помощи в Российской Федерации, попасть в освоение, я клинический психолог, кроме всего прочего, является ответом в Министерство образования по вопросам в развитии санкт-Петербургского института, как раз для деток самого раннего возраста. Продолжение следует... Вот так, не слышно, наверное. Все, у нас есть звук. Спасибо. Ну, я тогда сразу к делу. Я не буду долго говорить, потому что у нас здесь достаточно большое количество презентаций и того, чем коллеги хотели бы поделиться. Я хочу представить вам нашего эксперта, с которым мы сегодня будем работать. Должна была быть Марина Александровна Депчук, которая директор МПЦ СДП нашей основной детской городской больницы, которая занимается детьми с РАС. И я очень рада, что, несмотря на отсутствие Марины Александровны, к нам приехал Куридинов Олег Заминевич. Можно я вас представлю? Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю, как Ирина Александровна уже сказала, научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухарева, который, большинство, наверное, привыкли именовать как детской психиатрической больницы номер 6 города Москвы. Работаю я руководителем учебно-технического отдела нашего центра. Ну, таким образом, у нас здесь редкий случай, когда в аудитории присутствуют еще и медики, да, потому что, как мы видели по первому дню конференции, нежелательственного взаимодействия у нас отсутствует в основном, да, и в данном случае мы, наверное, одна из немногих секций в рамках конференции, которая может похвастаться, во-первых, таковым, а во-вторых, собственно, мы как организация можем, наверное, с благодарностью сказать, что у нас-то как раз отношения складываются. Если у нас выстраивается какая-то межъедомственная конструкция, то она выстраивается благодаря тому, что наша больница, что детская психиатрическая, она идет навстречу, там, большие перемены в последнее время, и, в общем-то, совершенно лучшую сторону, в том числе в работе с семьями. И, мне кажется, будет важно об этом тоже порассказать по возможности либо в рамках обсуждения какого-то из докладов, либо отдельно, то есть я вас тогда прошу, Великой Федорович, да, рассказать об этом с точки зрения именно как это может быть выстроено в медицинской организации, потому что ни один из докладов, мне кажется, эту тему не освещает. Я так понимаю, что в основном у нас выступают представители, ну, скажем так, образователь, да, психолого-педагогической отрасли, и в основном это именно государственная организация, если я все правильно понимаю. Есть ли у нас в зале среди вас коллеги, кто представляет общественную организацию? Один. Ну, что ж, тогда, я думаю, будет важно тем, кто представляет государственную часть, знать, что общественные организации – это те организации, которые вам, безусловно, в этой работе, в работе с семьями, с МИС-РАС, и вообще с ментальным нарушением, то есть ли мы, с МИС-ОВЗ, конечно же, в помощь. У нас есть отличные от вас свои цели и задачи, и наша помощь отличается от вашей тем, что она обращена от равного к равному, к родителям к родителю. Несмотря на то, что среди родителей, которые входят в нашу организацию и работают там в качестве специалистов, есть специалисты самых разных специальностей, прежде всего мы родители. И взаимодействие с семьей мы можем рассказывать, опираясь не только на какие-то вещи, которые вы, безусловно, сами знаете. Мы можем опираться на свой опыт. Для родителей это порой крайне важно. Услышать то, что он может услышать от вас, и он может услышать от нас, будет в одной и той же вещи. Но услышано оно будет совершенно по-разному. И воспринято совершенно по-разному. И это огромное наше преимущество, ну, просто в силу того, что оно есть. Поэтому у нас складывается прекрасное совершенно сотрудничество со всеми, как я уже сказала, государственными организациями города Москвы. Мы консультируем родителей на площадках и городских больниц, в том числе МПЦ имени Сухарева. И приезжаем по приглашению в отделение. И есть постоянная площадка, которая сразу две выполняет роли. То есть, с одной стороны, мы можем приглашать туда, приглашаем родителей, которые в этот момент проходят госпитализацию вместе со своими ребенком в больнице. С другой стороны, есть у этого и вторая миссия. Это антистигматизация, собственно говоря, самой психиатрии. Потому что, когда человек приходит на территорию больницы, видит, что это не ужасная тюрьма за колючей проволокой. И, что там, в общем-то, люди довольно приветливые. Консультирование у нас происходит в самом, мне кажется, благожелательном месте больнице в библиотеке. То есть, ну, как-то совершенно меняется отношение к тому, что сюда можно прийти и как-то с ребенком полежать. То есть, в общем-то, такая больница, открытая для детей и родителей. Мне кажется, это очень важно, потому что, конечно, обращение к врачам, обращение к психиатрам для родителей – это очень-очень сложная тема. И убедить порой, что это нужно сделать, бывает довольно непросто. Вы, наверное, и сами это знаете. Ну, собственно говоря, я думаю, что можно переходить к докладу. Да? Первый ваш. Уважаемые коллеги, я бы хотела представить опыт построения отношений с семьей в программах именно «Ранней помощи». Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас кто-то, кто работает в «Ранней помощи»? Отлично. Немного. А есть ли среди вас родители детей? Расследовательный снического спектра. Мечательный. Спасибо большое. Есть ли среди вас врачи? А все остальные, я предполагаю, психолого-педагогический состав. Отлично. Очень здорово, что в нашей аудитории есть такое сочетание. И на самом деле для меня крайне почетно, что мы с Еленой вдвоем встретим эту секцию, потому что я не являюсь родителем ребенка с расслабленным сническим спектром. Я являюсь представителем некоммерческой организации, работаю в государственной организации, в частности, на селе Семени Альберта. И вот то, что уже мы вдвоем с ведущей, говорит нам о том, что это не просто взаимодействие, это серьезная вещь, связанная с партнерством. И я представлю именно опыт самого начала работы с родителями, с детьми, с расслабленным сническим спектром, потому что ранняя помощь, если вы знаете, я немножко потом расскажу про это, это помощь, которая начинается с самого начала, с того момента, когда ребенок рождается, если мы видим, что у него есть функциональное ограничение, он нуждается в помощи. Ранняя помощь не специфична, то есть мы не делим ранняя помощь по нозологиям. Однако, поскольку в последнее время детей с расстройством аудиторического спектра становится все больше и больше, естественно, есть специфичные методы работы в программах ранней помощи в частности. Поэтому я буду говорить про раннюю помощь с прицелом для расстройства аудиторического спектра, но постуланты в частности работы с родителями, они единообразны для всех направлений ранней помощи. Итак, если мы посмотрим с вами на этот слайд, мы увидим достаточно такие яркие иллюстрации, для того, чтобы проследить, каким образом выглядели раньше, сейчас все меньше и меньше, трекционные подходы для работы с семьей, для работы с ребенком с раз. Почему я об этом знаю? Потому что вообще моя профессиональная обещающая карьера началась с того, что в 2004 году институт проводил исследования родителей детей с расстройством аудиторического спектра раннего возраста относительно того, как они получают, какие программы помощи им в принципе оказываются. То есть уже очень много лет назад, практически 15 лет, мы проводили вот эти вот вещи. И мы увидели, и сейчас, к сожалению, это все равно еще встречается, что либо у нас профессионал выступает в роли очень весомого эксперта, который с назидательной позиции рассказывает родителю, что же ему нужно с прекрасным делать. И если вдруг что-то идет не так, очень часто встречается, что профессионал говорит, ну это просто родитель не может, он не хочет, он не понимает то, чего я хочу привести до него. Ну и, соответственно, сам виноват, пускай идет еще другие способы помощи. Или приходит ко мне и делает то, что я хочу ему сказать. Это одна позиция. Вторая позиция – это когда действительно родитель пытается найти разные пути помощи, и тогда получается, что программа совершенно не согласована. Один профессионал говорит одно, вы сделаете вот так, тогда будет хорошо, другой профессионал говорит другое, третий профессионал говорит третий. И родители не знают, куда кидаться, пытаются не помнить указания всех троих, а может быть даже больше, и в итоге опять-таки ничего с троимом, и получается какой-то компот, который в общем потом приводит не к тому же данному результату, к которому все стремятся. Не зря моя презентация называется «Построение партнерских отношений». И если мы с вами подумаем про слово «партнерство», какие слова вам могут прийти в голову? Слова-синомен. Сотрудничество. Отлично, сотрудничество. Что еще? Взаимодействие. Прекрасное слово. Что еще? Команда. Команда. Отлично. Я на самом деле вчера посмотрела, что нас говорят о партнерстве. И надо сказать, что всегда в любой классификации, в словаре, когда дается определение, оно дается не просто так. И это очень важно. И вот это определение, я сейчас его прочитаю, и крайне важно держать его в голове. Партнерство дается равноценно. Партнерство и сотрудничество – это одинаковые слова, синонимы. Это отношения между партнерами, которые характеризуются общими целями, общими задачами, которые построены на отношениях доверия, равенства и выражаются в совместных действиях для достижения общего результата. Это крайне важно. И слова «и доверие, и равенство», одинаковое понимание ситуации и действия согласно договоренности. И на самом деле, если мы говорим про раннюю помощь, то внутри, даже определение, которое сейчас задается в концепции ранней помощи, как в 2016 году, внутри, как основной постулат, это заложено. Потому что, если мы посмотрим на то, как определяется раннюю помощь для нас, это комплекс междостиплинарных условий. Я об этом рассказала, что это такое. Семьи в детстве в возрасте от 12 до 48 месяцев. Почему от 12? Ну, потому что сейчас объективные методы диагностики работают в 12 месяцев. И вы мне сразу скажете, у нас диагноз трехлетний. Да, естественно, диагноз у нас может быть поставлен только в трехлетний возрасте. Но диагностическую категорию, которая нам подскажет, что ребенок может получать программу, как ребенок с расстройством аэтистического спектра, согласно международному инструменту, который называется Эйдес, мы ставим 12 месяцев. Мы можем это делать. Который уже имеет установленный диагноз, если ему старше трех лет, или с риском попадания в спектр расстройств, если он до трехлетнего возраста, с целью развития функциональных навыков, повышения компетентности родителей в областях развития и воспитания ребенка и повышения качества жизни семьи. То есть у нас трехсоставная цель. В раннем будущем никогда не бывает такая ситуация, когда мы просто что-то делаем с ребенком, развиваем его. Это просто невозможно. А у нас нет такого, что мы что-то делаем отдельно с родителями, каким-то образом работаем с родителями. Это всегда трехсоставная цель. Мы работаем с родителем, с ребенком одномоментно, думая о том, что все наши действия должны идти к тому, что каждый день ребенок должен расти и развиваться, и при этом качество жизни семьи должно улучшаться. Итак, какие же принципы, на чем зиждется ранняя помощь? Это, опять-таки, выходит из определения. Это функциональная направленность. То есть мы в программах ранее помощи никогда не учим каким-то абстрактным академическим наукам. Ранняя помощь, она, в принципе, идет с базы до 3-3,5-летнего возраста. В предыдущих случаях до 48 месяцев. А это значит, что нам еще рано учиться академическим наукам. Это значит, что мы работаем с базой наука. Мы работаем с теми базовыми вещами, которые впоследствии позволят ребенку обладевать академическими науками. Мы работаем с предакадемикой и с базой навыка. Это очень важно. А это значит, что мы работаем с теми навыками, которые нужны ребенку именно здесь, сейчас, для того, чтобы качественно жить. Мы не будем работать с тем, чтобы обладевать, например, панематическим словарем. Мы будем работать с тем, чтобы ребенок, который не умеет смотреть в сторону мамы, научился смотреть или научился оттыкаться на имя. Потому что эти навыки, если мы их не будем развивать, они не позволят ребенку дальше качественно обучаться в образовательном учреждении. Потому что очень часто ребенок не может обучаться, не проходя программу дополнительной, не потому что его когнитивные способности снижены. Такое тоже бывает, но часто нет. А именно потому что не сформированы способности базовой учиться от другого человека. А это значит слушать, а это значит концентрировать внимание, это значит выполнять инструкции, удерживаться в поле и так далее. То есть мы всегда работаем над базой, а не над чем-то сложным. Потому что, чтобы к сложному переходить, нужно базу сформировать. Очень важно, что все эти навыки базовые, они не формируются абстрактно. То есть если мы хотим качать мышцу, мы должны качать мышцу в спортивном зале. То же самое здесь. Если мы хотим чему-то научиться, конечно, программы доказаны, вы знаете, это минимум 20 часов в неделю. Но 20 часов в неделю в ранней помощи достигается не за счет того, что учитель один на один работает с учеником, а за счет того, что ребенок тренирует все эти базовые навыки естественной жизни каждый день 24 часа, минус 8, когда он спит. То есть, таким образом, мы должны подумать, а кто же будет учителя, а кто будет тренерами этого самого ребенка. А это значит, что без партнерства с родителями, с той семьей, с тем окружением, в котором живет ребенок, совершенно невозможно реализовать программы. Таким образом, мы выходим на то, что если мы, как специалисты, не научимся строить отношения, именно партнерские отношения, если мы вспоминаем определение, с родителем, который будет понимать, что мы сейчас делаем, зачем мы это делаем, почему мы тренируем это или это, вообще что происходит изначально с моим ребенком. Мы никогда не достигнем эффективно наших целей, которые мы себе, как профессионалы, можем спланировать. Ну, естественно, это междисциплинарность, поскольку, как вы знаете, в структуре расстройства аутистического спектра никогда не задействуется одна область, то есть, это все-таки сниженная и область коммуникации, и обучение, и область выполнения заданий, и часто даже область мобильности, конечно, область социального взаимодействия. За все эти области отвечают разные специалисты. Не может один специалист быть многосторонним, отвечать за все. Все-таки коммуникация — это логопед или специалист по коммуникации, все-таки познавательная сфера — это педагог, социальное взаимодействие — это психолог, мобильность — это физический терапевт, поэтому необходима команда. Главные постулаты, если мы понимаем принципы, если мы понимаем, что все-таки родитель — это тот человек, благодаря которому мы будем достигать эффективности, мы должны понимать, что никто, кроме родителя, так хорошо не знает своего ребенка, и он является тем источником важных знаний и данных для того, чтобы мы правильно провели нашу программу, а для этого оценили правильно ребенка и его способности. Второй главный постулат — что родитель, если он не понимает, зачем ему нужно делать или тренировать какую-то цель, он никогда в жизни не будет этого делать, тем более, если это будет очень сложно, когда ему скажут, «Дорогой друг, вот ты пришла после работы домой, кроме того, что ты должна покормить еще старших матчих детей, поговорить с мужем, пожалуйста, возьми струбку карточек, сядь и сейчас давай с этой карточкой тренируй каким-то опытом ребенка». Ну, опытная мать, конечно, один раз попробуй, и даже попробуй два раза, а на третий раз скажи, «Ну, эти карточки, потому что мне некогда, потому что мне кроме этих карточек нужно еще и всех покормить, уложить, поговорить, и, конечно, это просто невозможно». И поэтому очень важно, не только для ранней помощи, но и для всех остальных, когда мы придумываем какие-то домашние задания для родителей, они должны быть реалистичны, они должны таким образом устраиваться в повседневную жизнь семьи, чтобы это не было сильно ресурсно затратно, и чтобы это было сейчас актуально для родителей, потому что если это сейчас не нужно, это опять-таки не будет исполняться. Ну, как простой пример. Когда мы учим, например, родителя, чтобы он учил ребенка смотреть ему в сторону лица, достаточно просто, мы просто говорим родителям, будьте добры, вы обычный рост 150 и выше, а ребенок раннего возраста, ну, 3 года – это метр 4 сантиметра. Для того, чтобы ребенок мог вам смотреть в сторону лица, просто каждый раз, когда он у вас хочет что-то попросить, присядьте, да, и тогда вы окажетесь напротив, лицо к лицу. Поэтому это несложно. Но опять-таки, не каждый родитель сразу будет это делать, потому что это нужно потренировать, нужно понять, зачем мне это нужно делать. Поэтому, конечно, у нас есть сессии, на которых мы с родителями разговариваем, объясняем и стараемся потренировать это, чтобы он увидел эффект. И, естественно, очень важная история – родитель является равноправным членом нашей междисциплинарной команды. Есть такое определение на английском, называется это Team Around Child – команда вокруг ребенка. То есть, в центре всего этого ребенок и родитель является составной частью команды, потому что он эксперт. И команда может быть очень разная. Если мы говорим о команде, которая занимается диагностикой, это, конечно, в большинстве случаев команда докторов, и потом присоединяется в психологические ирогические составы. Если мы говорим о команде, которая сформируется на момент проведения оценок, это может быть вот такая огромная команда, когда нужно разная сфера оценить. Если мы говорим о команде, которая реализует программу, это, скорее всего, будет вот эта треукольная, где мы сейчас поспорить родитель и ребенок. Но родитель всегда входит в эту команду, и мы должны понимать, что если родитель с чем-то не согласен, или он говорит «мой ребенок вот это делает, а мы думаем, что он не делает», или наоборот, если говорить «он сделает», а мы знаем, что он делает, мы не сдвинемся с места, пока мы опять-таки не договоримся. Мы думаем о партнерстве. Если члены команды думают по-разному, значит, мы видим разные цели. Значит, мы уже не можем двигаться дальше, потому что мы придем к разным результатам. Это стандартная схема реализации технологии раннего вмешательства. И на каждом этапе есть свои вещи, связанные с построением партнерства. Ранняя помощь начинается с того, что у нас появляется риск. Мы определяем, не сдается ли ребенок в программу ранней помощи, если у него есть национальные привлечения. Для расстройства аутистического спектра очень важный этап. Идет дифференциальная диагностика. Нам нужно понять, действительно ли это ребенок, который попадает в группу риска расстройства. Есть ли комарбидности, то есть какие-то сочетаемости. И эта огромная команда профессионалов работает здесь. Дальше, когда мы установили либо диагностическую категорию, либо уже установили диагноз с помощью того, что это диагностический психиатр, происходит углубленная оценка. Нам нужно понять, что мы должны сделать для того, где те самые точки отсечки, чтобы построить программу. Дальше мы реализуем программу помощи. И это все происходит непрерывно. Это длительный цикл. Если ребенок пришел в 12 месяцев ранней помощи, он может получать услуги за 48 месяцев. Но ранней помощи заканчивается тем, что ребенок, если он не посещал образовательное учреждение, детский садик, он переходит в детский садик. Если он посещал данный момент прихода ранней помощи, он так и должен посещать этот детский садик. Соответственно, если мы говорим о построении партнерских отношений на этапе выявления риска, очень важной задачей здесь является обучение профессионалов, которые непосредственно не будут работать с ребенком с расстройством литического спектра, но которые могут быть важным проводником тех самых рисков. А это, конечно, поликлинические врачи, это воспитатели ДОУ, это социальные работники, для того, чтобы они понимали и те самые красные плашки, и что называется, не рубили с плеча, или не давали советы, которые могут серьезно сдержать родителей в своем пути. Например, подождите за трех лет, пока разговорится, что называется. И это только повышение компетентности профессионалов, когда они понимают, что на их плечи не будет положить строгая диагностика, но они знают, что такое расстройство литического спектра. Тоже очень важная история, это широкие информационные компании, которые проводят сейчас наши большие фонды, в частности, фонд «Выход», «Обназонная СИЦА» и так далее, чтобы и родительское сообщество знало, что это такое, и вообще не только родительское сообщество, но и в общем обществе в целом понимало, потому что такое расстройство литического спектра, и толерантно к этому относилось. Опять-таки, возможность самостоятельного проведения скрининга родителями, это очень важная история. Здесь, например, картинка со сайта фонда «Выход», где выложен чат, который можно пройти самостоятельно, и получить какой-то результат для того, чтобы родитель знал, что если меня что-то тревожит, это важная история, это не просто так, я могу и должен быть услышан. И, конечно, достоверная информация в социальных сетях, от организаций, которые оказывают помощь, от родительских организаций и так далее, чтобы родитель знал, что если меня что-то тревожит, я знаю, куда мне обращаться. На этапе диагностики очень важная вещь, когда мы используем золотой стандарт оценки расстройства атистического спектра, а это общепризнанная история, то есть мы должны провести скрининг STQ, мы должны провести интервью с родителями 1, и мы должны провести AIDAS, сейчас тоже AIDAS 2. И вот сама специфика построения вот этой диагностики, надо сказать, что мы очень сильно сотрудничаем со Швецией и Америкой, с их центром психического здоровья, и вот эту батарею вещей там проводят в Швеции психиатры, соответственно, может психологический состав это делать, но в основном все-таки психиатры, там большие центры работают на это все. И вот сама система, она построена таким образом, что без взаимодействия с родителем невозможно провести эти методики, потому что AIDAS — это исключительно клиническое интервью, когда полтора часа минимум, профессионал и родитель беседуют на структурированно заданные темы, и родитель отвечает, и на основании этих данных полученных от родителей мы получаем, то есть попадает ли ребенок в спектр расстройств или не попадает. То же самое AIDAS. И AIDAS всегда мы проводим в раннем возрасте не просто с присутствием родителей, никогда нельзя делать это без родителей, но с участием родителей, когда родитель понимает, что за проба, на что она направлена, некоторые пробы родители помогают проводить. И это очень важно, потому что программа правильной помощи на этапе диагностики, после того, как пройдет AIDAS, не просто так, но и провели AIDAS полтора часа, сделали заключение, выдали его родителям, это совершенно невозможно. Обязательно после этого идет индивидуальная, достаточно длительная консультация с семьей, это может быть полтора-два часа, для того, чтобы конкретно родителю объяснить, не просто так у вас ребенок попадает в диагностическую категорию спектра расстройства или расстройства аутистического спектра, потому что это ужас для родителя. Крайне важно понять, что спектр – это спектр, ребенок на спектре может быть где угодно, и вот задача диагноста – помочь родителю осознать, а где конкретно, если мы решили, что он попадает в спектр, находится ребенок, и по каким конкретным признакам мы решили, что он попадает в этот спектр. Мы должны быть очень толерантны, очень хорошо знать это, для того, чтобы про конкретного ребенка родители объяснить, что мы делали пробу, и ребенок повел себя таким образом, это специфично для расстройства аутистического спектра, потому что просто так сказать родителям, в большинстве случаев в раннем возрасте это не попасть, а это значит, родители начнут этот круг поиска ответа на вопрос, а вдруг это не оно, а вдруг это совсем другое, и если это совсем другое, может быть это можно каким-то образом скорректировать или вылечь, а значит это совсем другой путь, который уведет родителя от того, чтобы здесь работать прямо сейчас. Очень важно, что в любом случае, когда ребенок вкладывает в раннюю помощь, и я так думаю, что другие программы, ему устанавливается координатор случая, тот ведущий специалист, к которому в любой момент родитель может обратиться. Это что значит? Я являюсь координатором случаев, например, на данный момент для 10 семей. Это значит, у них есть мой сотовый телефон, это значит, они знают, что они не могут позвонить до 11 вечера в любой момент, это значит, они не могут на WhatsApp написать даже ночью, это значит, я всегда в доступе, я отвечу, потому что это важно, особенно для родителей, которые только что узнали, что у них есть подозрения. Я должна быть на связи, потому что возникает очень большое количество вопросов. Очень важно наличие групповых программ поддержки. В нашем случае это такие небольшие 8-часовые встречи, когда собираются до 50 семей, детей, которые только что получили этот диагноз, ну это столько, что значит, в течение месяца-полутора, когда мы в большой группе рассказываем о том, что такое расстройство физического спеца, какие есть программы помощи, какие есть пути, что есть в городской доступности и так далее. Это позволяет родителям вместе понять и понять, что они не одиноки, завязать вот эти связи, установить вот эти связи местного комьюнити, когда они могут уже в студии позвонить и идти вместе на говно. И, конечно, это наличие возможности родительской поддержки, родительских сильнейших организаций. Например, родители, которые уже прошли этот путь, мы называем родители старичков, которые уже, например, школьники, которые сами были и проходили программы, они являются такими контактными литингами, там новая мама может позвонить и спросить, «Как это было у вас? Расскажите, пожалуйста». И они, опять-таки, достаточно часто, всегда на связи. Ну и, конечно, доступ к информационным ресурсам, когда родители тут же получают подборку литературы, линки на сайты, линки на английские сайты, американские сайты и так далее, где он может познакомиться с тем, что это такое. Если мы говорим о программах уже непосредственно, а программы ранней помощи, они строятся на различных методах, они не восстанавливаются. Но самое важное, что каждую программу, которую мы делаем, мы обсуждаем, что родители, какие методы оценки мы используем, почему в этом случае мы знаем, почему здесь куриклум донорской модели, почему мы тут соединили матерцу коммуникации. Родитель должен понимать, на основании чего мы делаем какие-то выводы. Родитель всегда участвует во всех оценках. Это значит, что он проводит какую-то часть реальных проб сам. Для чего? Для того, чтобы он сам понимал возможности своего ребенка. Это значит, ну, например, сначала я катаюсь у Васи мячиком, ну, мячик мамы был к агентинам, и мама его катает, и мы смотрим, Вася отвечает, не отвечает, и я ей тут же комментирую, что смотрите, Вася в момент, когда мячик оказался в ваших руках, он посмотрел на вас, он задержался, а это значит, Вася вот такие коммуникативные способности и способности социального взаимодействия. Крайне важно родителю объяснять каждый свой шаг. По результатам оценок мы всегда обсуждаем, почему мы сделали такой или другой вывод. Опять-таки мы согласуемся с родителями. Если родитель считает, что это не так, мы будем еще раз делать эти оценки. Мы договоримся на берегу, что мы видим одинаково. И, соответственно, мы доголосовываем с родителем приоритетное направление, цели и задачи программы. Ну, например, я сейчас как специалист по результатам оценок решила, что мне очень важно, например, развивать эмоциональную игру. А родитель смотрит на мои цели, кивает головы, и я вижу в лице недоверие. А родитель мне говорит, ну, это классно очень, но только, вы знаете, у меня сейчас такая стоимость, у меня ребенок спит 20 минут, потом просыпается, потому что он сейчас 20 минут, и так в течение 8 часов ночного. И я понимаю, что чтобы я себя там не напридумал, по коммуникации, по функциональной игре, по всему прочему, это очень классно, но только как это делать, если ты спишь. Ну, потому что ночью у тебя ребенок не спит. Таким образом, если я не согласуюсь с родителем, что сейчас очень важно нам отрекулировать ночной сон, а это значит подключить расширенную команду, и врачей, и психолога, и поведенческого аналитика, мы ничего не добьемся. Можно делать все, что угодно, но результата не будет. Поэтому каждая цель согласуется. Важно сейчас разобраться со сном, я буду разбираться со сном, только после этого, если мама считает, что она готова сейчас заниматься игрой, мы будем заниматься игрой. А если мама говорит, а я хочу речь, значит, мы будем заниматься коммуникацией. И потом подтащим функциональную игру, потому что без этого будет сложно. На этапе проведения оценок составления программ. Очень важная история, опять-таки, кроме индивидуальной работы, про которую я рассказала, групповые формы поддержки, та самая программа «Ребет» – «Раня Пташка», другие формы групповых программ, опять-таки информационная поддержка и возможность получить консультацию координатора случая в любой момент, посредством всех возможных связей. Во время реализации индивидуальной программы, как я уже говорила, объяснение каждого шага, каждой цели программы, почему, зачем мы это делаем. Очень важно объяснять родителю те бытовые моменты, то есть пояснять, каким образом, как мы эти шаги будем тренировать, несложные задачи. Я, на самом деле, супер-пупер, там женщина, которая вынула все те самые карточки, нет, про них вообще такого нет у нас. Даже программы поведенческие всегда, естественно, средовые. То есть у нас не используются сложные виды подкрепления. У нас это все-таки более простые истории, связанные с социальным подкреплением, потому что детки очень маленькие, и у них еще нет вот этих вот достаточно тяжелых связей, которые устанавливаются в более старшем возрасте. Ну, если ему там полтора или два года, ну, сколько времени он не учился смотреть в лицо? Да все полтора года. А если ты же пять лет, если пять лет не смотрел в лицо, попробуй разорвить связь, которая тренировалась в пять лет, настрой нового, или полтора года, естественно, в программах, раньше сядешь, дорогие друзья, раньше выйдешь, да? То же самое здесь. Раньше начнешь, качественнее продвинешься по программе всегда. Раннее начало – это залог максимальной эффективности, потому что связи вообще еще не прочные. Мы можем туда наслоить все, что угодно, более простыми способами. Поэтому мы обсуждаем с родителями бытовые моменты. Когда, зачем, почему, когда вы кормите учить коммуникации, когда вы переодеваете ребенка, когда вы играете, когда вы идете в гости к бабушке и так далее. Мы обучаем игре. Потому что часто родители понятия не имеют, как играть со своим ребенком, и как играть с особенным ребенком, у которого есть, например, стереотипные формы поведения, ограниченные интересы и так далее. Тоже очень важно, потому что родители не педагоги, они никогда не придумывают изысканных форм игр. Этому важно научить. Обязательный компонент работы с родителем в программах для расстройства и тактического спектра – это параллельное создание программы не только для ребенка, но и для родителя. Потому что основная наша область вмешательства – мы учим не ребенка на самом деле. Мы учим родителя учить своего ребенка. А значит, мы должны четко понимать, как учится взрослый человек, а значит, конкретно для него мы должны создавать программу пошаговую, что сейчас эту тетю я учу, как учить своего ребенка смотреть в лицо. А сейчас я учу эту тетю сесть на хуй и покатать мячик или под пузыри таким образом, чтобы это было для ребенка развивающе, а не просто так. И это очень важная история. И, естественно, тренинг родителей на наших занятиях, на наших сессиях в основном я как специалист, я смотрю динамик, который дает руководитель, я пробую какие-то приемы и способы, которые я придумала, а дальше я тут же передаю инициативу родителя, то есть я говорю, мы сейчас были пузыри, пожалуйста, давайте теперь все вместе на троих подумать. А потом они будут на двоих пузыри, а я комментирую, что когда вы наклонились и сделали так, смотрите, какой Вася дал ответ, это значит, Вася усвоил то-то, то-то. Я просто комментирую родителю восьмые вещи, и тем самым обучаю, потому что в прямом обучении приемы способы, к сожалению, еще не получится. Вот, например, как выглядит совершенно простая история, полусоучек маленький, но еще не длинный, программа для родителей. У нас мама Тьяна, юноша Семен, Семену на тот момент было два с половиной года. Цель для Семена, который у нас стоит в программе, это моя рабочая версия, тут сопрощенная, Семен будет просить при помощи указательного жеста. Что мы имеем на данный момент сейчас? Мама знает, что мы учим Семена просить при помощи указательного жеста. Это уже большой шаг, потому что мама в курсе. Шаги для мамы. Я здесь вывела неспроста, просто первый шаг, потому что их потом будет 15. Во-первых, наша задача узнать, а дома-то, как обустроена среда, вообще есть возможность Семена дома попросить. Потому что если дома все в открытом доступе, если сок, он просто открыл в холодильник, если конфеты, он залез на стол, если игрушка, их 200 тысяч, они лежат, вот так вот совершенно неиспокурительно. Зачем Семену просить? Конечно, я могу поучить на моих сессиях, я могу 20 часов в неделю потратить и учить Семену просить. Он говорит, он придет домой, зачем ему просить? Среда не создана. Поэтому моя задача посмотреть. И задача, после того, как мама принесет мне это прекрасное видео, а я ей скажу, пожалуйста, ни в коем случае что вы не убираете, потому что если вы уберетесь, это будет не информативно, или я приду домой, гости, у меня пригласят, и я посмотрю. Задача обсудить, какие моменты мы можем сделать по-другому для того, чтобы Семен научился просить, чтобы среда этого соответствовала. А это уже обучение родителей, это уже очень серьезный сдвиг по программе. И в итоге, что я хочу, чтобы через какое-то время Татьяна мне показала, что она знает, как создавать вот эту мотивационную следу, чтобы Семен в конце концов просил. Ну и, соответственно, она знает, как формировать обладательную жизнь. Ну это уже далекая цель для Татьяны. Например, опять-таки, как мы будем родителям объяснять? Например, у нас цель для того же Семена, что Семен будет переводить взгляд на предмет, удерживать его одну-две секунды, когда взрослый показывает на предмет и говорит, Семен, посмотри. Что значит? Смотри. И Семен смотрит сюда. Соответственно, что мы расскажем? И это все прописывается. То есть я для себя буду прописывать, как специалист, что конкретно с этой мамой я буду делать. Это не универсальные шаги. С другой мамой я буду учить по-другому. Но для этой конкретной мамы я придумаю следующее. Я ей скажу, сядьте так, чтобы Семен вас видела. Это сложно? Нет, это не сложно. Просто мама не задумывается. Потому что она говорит, слушай, смотри. Она даже не думает, он видит ее в этот момент. Он сейчас занят чем-то? Или он сейчас как бы готов вообще на эту инструкцию среагировать? Очень важно маму научить, что когда ты даешь инструкцию, задумайся, он сейчас с тобой или он сейчас не с тобой. И не надо на шаге, когда ребенок не понимает инструкции, давать ему сложную задачу, когда он не сконцентрировал, и ты не поймал ребенка. Значит, сядьте так, чтобы увидел вас хотя бы. Дальше. Покажите на интересную игрушку. Скажи, Семен, смотри. Подождите. Потому что родители не умеют ждать. Они сейчас торопятся, потому что они не педагоги, не психологи. Никто не учил их после бед вот этим всяким приемом. Надо рассказать, что ждать, это важно. В некоторых случаях 2 метра секунды, в некоторых случаях 15 секунд. Смотря какая возможность ребенка. Если ребенок не смотрит, ну что надо сделать? Ну возьми, пошевели, дай, что надо сделать. Дай подсказку по-нашему. Но опять-таки родители должны понимать. Потому что часто родители скажут, смотри, да смотри, смотри уже. И Семена не посмотрит, что сделает. Она еще пару раз попытается и больше не будет этого делать. А это значит, что Семен учится не выполнять инструкцию, а мама учится не учить Семена выполнять инструкцию. Вот этого быть не должно. Поэтому мы рассказываем, как можно привлечь. если ребенок посмотрел, то же поощрение. То есть это поведенческая анализа. Дай ребенку игрушку. Не надо ему кричать, вау, молодец, чудная детка, на тебе еще конфетку за это. Нет, просто дай игрушку и все будет нормально. А если не посмотрел, попробуй все то же самое в этом алгоритме на другой раз. И этому нужно научить. Вот это мы тренируем на всех наших сессиях по каждой цели. очень важно опять-таки на этапе реализации программ групповая поддержка от таких же родителей. И это может быть программа направляемый диалог на основе надежды программы ICDP, которую мы применяем в институции. Это может быть вся та же самая ранняя прекрасная программа. Или тренинг родительских навыков тоже отличная программа. И кроме всего прочего обязательно вот эти вот обучающие групповые сессии для родителей. Например, простой туалетный тренинг, простой пищевой тренинг, простой тренинг по оценке реставрационных игр, стимул и так далее. Простым, понятным языком для родителей это может быть одна-бе встречи, но это очень помогающе. На этапе прихода в образовательную организацию опять-таки очень важно взаимодействие и сотрудничество, потому что в программе охраны помощи мы совместно оцениваем образовательные возможности, потому что когда с нами родительский провел два с половиной когда-то три года, уже родитель четко понимает возможности и способности своего ребенка. Мы должны оценить в реале проживания в городе какие есть образовательные возможности. Мы обязательно даем заключения для той же ПМПК, для МСЭ, для похожих психиатров. Все эти заключения родитель предварительно просматривает, мы обсуждаем. Если родитель с чем-то не согласен, мы не будем это вносить в заключение. но обычно к моменту, когда мы уже готовим такие разговорные вещи, родители четко понимают, это ребенок может, это ребенок сейчас пока нет, мы движемся к таким-то целью задачи, у нас вот такие сейчас возможности. Кроме всего прочего, ранней помощи предусмотрены стандартами деятельности. У нас есть возможность трехсторонних консультаций. Это когда родитель, ранней помощи, воспитатель, дошкольного образовательного учреждения, либо же заведующая и вся команда для того, чтобы помочь родителю донести то, чего он хочет от воспитателя, для того, чтобы объяснить воспитателям уже более простым языком, приемные способы, как взаимодействовать с этим ребенком для того, что ребенок в образовательной организации не просто так был помещен, и это была проблема для всех, а для того, чтобы и родитель понимал, чего я жду от образовательной организации. Я образовательной организации понимала, что я могу дать. И если необходимо, у нас есть такая в городе Санкт-Петербурге, но я только Петербург знаю именно по этой практике, детские сады предоставляют бесплатно тьютер, если он вписан соответственно в управу. У нас есть одно количество родителей, которые это получили, опять-таки мы обсуждаем, как это получит в управу, как пойти в комитет по образованию, почему, каким образом на ПНПК это все должно быть записано. И опять-таки возможность поддержки родительского сообщества. Это очень важно. Ну и в результате вот этой программы, которая перекладывается не только на ранний возраст, но если мы посмотрим, все те же самые подходы очень хорошо ложатся на более старшие детей. Родитель четко понимает возможность, способность ребенка, а родитель становится компетентным. Он понимает, что да, мой ребенок умеет делать вот это, да, вполне вероятно, мне нужны какие-то специальные приемы, способы, чтобы общаться с ним, чтобы развивать его, но это не сложно. Они просто немножечко отличаются от обычных способов. Ребенок начинает продвигаться в своем энтогенезе развитии, и, естественно, по выходу мы получаем достаточно высокую эффективность программ, потому что мировая статистика и научные исследования говорят, что до 60% детей, которые получили программу ранней помощи уходят в обычное образование. Конечно, есть 40% детей, которые требуются специальные обезопасные условия, но 60% это очень-очень много. Собственно, это все, что я хотела сказать про раннюю помощь и про те подходы, которые мы используем. У меня вот такой вопрос. Когда родители формально показывают, что они участвуют, они пришли к вам, они познакомились с вашими условиями, и вот в процессе, когда началась работа, родители выставляют своего представителя, например, няню, и вот это взаимодействие не происходит между вами, специалистами и родителями. Как ваша организация поступает в таких случаях? Рассказываю. Спасибо большое, отличный вопрос. На самом деле, когда только ребенок приходит на первый прием службу, основной вопрос, который мы задаем, здравствуйте, как вас зовут? Следующий вопрос вашего ребенка, и третий вопрос, что вас сюда привело, четвертый вопрос. Скажите, пожалуйста, с кем живет ребенок? Наша задача узнать все окружение. И если мама мне говорит, я мама работающая, я прихожу, у меня 8-часовый рабочий день, я прихожу, потом 2 часа, мы с ним, и в 9 я его укладываю спать. На вторую встречу мы пригласим няню. Мы сразу же скажем, дорогие друзья, до этапа реализации программы вы должны быть все вместе, потому что вы должны, вы не являетесь вы согласуете программу. А реализовывать программу будет няня и 2 часа когда будете вы, вы. Что это значит? Обязательная видеосъемка на сессии. У нас даже так, я провела сессию, няня делала то-то-то, соответственно мои задачи такие-таки, я маме скидываю. Сегодня мы делали резюме сессии, линк на видеозапись, которую я выкладываю на закрытый диск, который только мама смотрит. Пожалуйста, просмотрите и я жду комментариев, вы можете сделать то-то, то-то. Я все равно буду давать родителям на те 2 часа, что они дома, домашние задания и просить прислать мне видеозапись. Если они не присылают вам. Я буду каждый раз нежно говорить, я понимаю, что вы очень-очень заняты. Смотрите, как замечательно Вася сейчас научился делать то-то, то-то, то-то. А у вас это получается? Мама скажет, получается. А было бы здорово на это посмотреть. Может, дойдете ко мне раз в месяц? Может быть, пришедете? Я не оставлю попыток, я буду это говорить. долго вы можете работать одни? Я никогда не буду работать одна. Наша, с няней, получается, вы работаете без участия родителей, оно формальное. Как долго? У вас есть какие-то ограничения? Ограничения? Смотрите, у нас 12 недель программа и, соответственно, 12 недель ставят цели и задачи. Если за 12 недель я вижу, что родители не участвуют, а это значит, что няня только 8 часов делает, остальные 2 часа даются другие паттерны взаимодействия. Я же увижу в динамике развития ребенка. Когда пройдет наша 12 недель, в любом случае родитель придет. Я не буду строить следующую программу. Родитель придет и я буду серьезно объяснять, что, дорогие друзья, если мы хотим продвигаться по программе, то, смотрите, мы не достигли 80% наших целей, мы достигли при международных результатах. Вы этого точно хотите? Вы точно хотите? Вот такой динамики развития есть, ребенок может давать больше. Понятно, я не имею юридического права расставить ко мне обязательно в преди. Но поверьте мне, после вот таких 12 недель, когда мы достигли промежуточных результатов не тех, на которые тоже рассчитывал родитель, это будет серьезным мотивом подумать, как изменить. И я могу сказать, что на моей практике такого, что родители не принимают, они могут отказаться сразу же. Они посмотрят, скажут, что, нет, тут война, мне надо спачивать очень сильно. Давайте-ка я лучше найму себе тьютер, который начнет в 40 часов или терапевта. Но это не все же имеют такую финансовую возможность. Поэтому, нет, родитель сразу же понимает. И да, конечно, есть родители, которые не сразу готовы сотрудничать, но потому что мы тоже не всегда готовы сотрудничать. Но задача наладить сотрудничество, это не задача родителя. Это очень важно понимать. Родитель находится в очень сложной ситуации. А, ему нужно понять, что происходит с ребенком. Б, принять эту ситуацию. И С, начать с этим что-то делать. Это время. Мне не нужно эмоционально принимать эту ситуацию. Моя задача разобраться. И моя задача уважать вот эти этапы родительские, уважать его необходимость во времени и принятии. родители. И если мне родитель говорит нет и захлопывает дверь, я постою перед этой дверью и опять постучу и скажу давай я. Моя задача, потому что я профессионал, который много лет учился этому. И я понимаю, в какой ситуации находятся родители. И это очень важно постулат опять-таки партнерство и сотрудничество. Родители никому ничего не должны, но мы как профессионалы должны обеспечить возможность участия родителей. Вы говорили, что и там вы написали. А на цель только не подписывать удачу. Папа обращался в писали, но они не писали. А летом 7 лет он заметил за детям аларик как его смысл отстало. Вы только завтра не я не могу прокомментировать эту ситуацию, да, Вена? А 24 ребенка будет речь? О каком городе идет речь? Пожалуйста, дайте наши координаты. Это одна из самых типовых ситуаций, с которой мы разбираемся. Это делается достаточно просто. В Москве театры не вписывают никакой прав. Я не знаю, как у вас это происходит, кстати говоря, но скорее всего тоже вряд ли это продлится долго. Значит, ИПР выглядит достаточно типовым образом. Там есть просто галка, которую ставят на основании заключения, наличия заключения ПРПК, что ребенок нуждается в специальных образовательных условиях. Поэтому ИПР, ИПРОЙ там совершенно не обязательно тюдер должен быть вписан. Мы этим пользовались какое-то время, когда была такая лазейка, это была еще не ИПР, там была возможность писать тюдера. Мы использовали эту возможность для того, чтобы настаивать на введении ставки и предоставлении ребенку. Сейчас даже отсутствие тюдера заключения ПРПК не является основанием непредоставления. То есть если ребенку тюдеру необходимо решать внутренний школьный консилиум и на основании заключения внутреннего школьного консилиума директор издает приказ и принимает работу тюдера. Ребенку тюдер, если специалисты подтверждают, что да, поведение не позволяет ребенку усидеть на уроке, у них проблемы национально-болевые, то здесь это решается таким образом. Это вопрос о работе с родителями. Они несут это все в образовательные учреждения, которые от нас несут. Узнают о том, что такая возможность есть, и многие образовательные учреждения узнают впервые об этом от родителей. Понятное дело, что некоторые из этих образовательных учреждений делают вид, что они впервые узнают об этом от родителей. Но тем не менее, родитель в данном случае опять полноправный участник и образовательного процесса. Если он не будет защищать права своего ребенка, если он не будет понимать, зачем, что он делает, если он не будет уметь делать это спокойно и конструктивно, то, собственно говоря, ребенок окажется на обучении и образовательного процесса, и в конце концов, жизни тоже. Извините, мы очень ждем нормативно, потому что 24 ребенка в группе это у вас в детском саду, но это группа обычных детей. А давайте мы с вами перерыв поговорим, потому что вопрос все-таки специфический, не по теме немножко нашей секции, но ответ на него все есть. Ну что, продолжаем? у нас, спасибо большое, я на самом деле спасибо, Лена, за дополнение, не осветила, наверное, этот пункт, как раз возможность получения юридической собственной консультации через родительские организации, о том, каким образом, какие права иметь ребенок, какие права следуют за тем, что, когда ребенок получает статус ребенка, какие пособия, какие возможности и так далее. Это очень важно на всех этапах, чтобы была возможность у родителя обратиться в участие. Консультация в ранней помощи иногда, сейчас, не могу сказать, что везде, но иногда есть возможность у такого социального работника, который, это обычно ранняя помощь, который при социальной защите, который знает все вот эти возможности и консультирует совершенно бесплатно родителей для того, чтобы он эти все вещи получал, или, естественно, родительские организации, родители, которые это уже все прошли. Это очень важная вещь. Но мы продолжаем. Большое спасибо за ваши вопросы. И мы приглашаем Людмилу Мамедовну Феррои с выступлением работы с родителями как необходимое условие оказания помощи детям с расстройством аутстического спектра. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Происходит Сегодня я расскажу об одной из моделей работы вообще с родителями в детско-родительской пружине а на следующей конференции очень желаю чтобы все были мы расскажем с моей коллегой как это проходит в рамках диагностического приема когда приезжаешь на вегиона на 4 часа и что мы на 4 часа психолога на 4 часа долго и что мы делаем но так как не успела сделать этот доклад сегодня я чуть-чуть еще раз напомню и освежу в наших знаниях и расскажу о той модели о какой делаете мы работали и разучили с родителями как необходимое условие к родителям к специалистам обращается семья мы все в этом работаем все ну тоже есть вопрос что что-то идет не так каждый родитель в ситуации он не в ситуации он все равно видит что что-то идет не так специалист он мем он все равно замечает что необходимо что все 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 не необходимо опять что нет не 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 но необходимо чтобы что-то изменилось и каким образом но первое что озвучивает родитель что есть определенные жалобы и с этими жалобами каждый из нас сталкивается что никак не перестает кризис трех лет постоя в истерике и тому в общем похожие такие жалобы естественно у родителей есть ожидание что есть сейчас специалист продемонстрирует свой профессионализм и у меня все пройдет я приду домой использую эту модель работы на консультации представляю который продемонстрировать моего ребенка поймет какие у него нарушения не озвучит специалист скажет какие у нас перспективы сейчас специалист обнадежит нас в таком худшем случае успокоит нас специалист сейчас скажет что будет заниматься с моим ребенком через какое-то время, и наверняка будет динамика, составим программу, ну, дает надежду на то, что все это изменится. И в результате этих занятий мой ребенок изменится к лучшему. Это ожидание уважаемого, любимого нашего родителя, который к нам обратится. А на самом деле что происходит? В результате специалист будет смотреть, в ситуации ли родитель. А ребенок будет наблюдать поведение родителя здесь и сейчас, поведение ребенка здесь и сейчас, и будет создавать различные условия для появления важных форм поведения. Какие это формы поведения? Попросить маму, будьте добры, позовите своего ребенка. Посмотреть, как позвала мама, обратить внимание. Как она подошла к нему, она подошла или подошел ребенок, или вообще ребенок не подошел. Как сидит, попросит, бросит игрушку на пол. Реагирует ребенок на эту игрушку, на источник звукового сигнала, или когда нет, без звука падает, пойдет на пол. Почувствовал ребенок, увидел, что мама вышла из комнаты. Или увидела ли мама, что на две минуты ребенок ушел в сторону. Ишь, какие меры будет принимать мама в это время. Что значит быть в ситуации? Интересоваться окружающими стимулами – это предметы, события, которые происходят здесь и сейчас. Интересоваться ребенком и специалистом. Быть внимательным, наблюдать за специалистом, что специалист сказал, как специалист подошел к ребенку. Или наоборот, когда специалист зовет «Ваня!» «Ваня, посмотри, тут же мама дает». Ну, специалист лишнего ничего не говорит. Мама говорит «Посмотри на тетю». Тетя же тебя зовет. И ребенок бедно не знает, кому повернуться – к тете или к маме. И в таких моментах очень много. Я сейчас не буду останавливаться на этом, так что мы все с этим сталкиваемся. Получать удовольствие от взаимодействия с ребенком. Реагировать на изменения в окружающей среде. Реагировать на поведение ребенка и специалиста. Проявлять инициативу для общения с ребенком и специалистом. Быть в констексте с собой и своим ребенком. Что такое помощь? Сделать так, чтобы родитель постоянно находился в контакте с ребенком. И самим собой. А для этого что нам нужно? Ничего сложного нет. Мы идем от простого и идем до общения. Чтобы ребенок вошел в социальную контактировать с любыми людьми. Не только с мамой здесь и сейчас. Впереди же детский сад, детская площадка, школа, университет. И в конце концов замужество и женить его. Когда мама задает, ну что мы в школу пойдем, я говорю, вы не о том думаете. Вам надо уже готовить преданное. Чтобы подумать, женится ваш ребенок. Уже невесту надо искать. О чем вы думаете в данный момент? Почему такая перспектива вперед? Чтобы они понимали, что сейчас не очень важно. В школу пойдет, будет учиться. Академические знания, они нужны. Никто от них не уйдет. Но в данный момент нужно обратить на другое внимание. И первое, что я как специалист, я должна увидеть и ребенка, и маму. Что делает мама, какой у мамы взгляд, какой взгляд у ребенка. Я должна увидеть на позу, посмотреть мамы и на позу ребенка. И услышать, что сказала мама мне. Как она сказала? Услышать, что сказала ребенок. А! Или нет этого всего. Как я буду формировать речь? Как я буду работать над становлением диалога между ребенком и мамой? Между ребенком и мной. А потом вводить в детско-родительскую группу. Понять, что происходит с ребенком. И поэтому на первой встрече обязательно нужно просто понаблюдать за ребенком и за мамой. Ни в коем случае нельзя собирать сбор анамнеза. Потому что наши родители приходят в поликлинику, приходят в любое медицинское учреждение, в детский сад или в школу. Первое, что делает специалист, коллега наш любимый, уважаемый, собирает анамнез. Родители уже наизусть это все знают. И каждый раз при сборе анамнеза он попадает в очень стрессовую ситуацию. Что делаем в этой ситуации мы? В этой ситуации мы понаблюдаем за ребенком и говорим за мамой. Мы сегодня познакомились. Я очень хотела, чтобы вы увидели, какое помещение, игрушки какие. Рассказали, показали, что у вас есть. Вот моя электронная почта. Они же еще вернутся. Напишите, пожалуйста, на почту мне сочинение «Мой ребенок». Это могут быть две строчки, это могут быть три строчки. Напишите, что вы хотите. Представьте, что вы поступаете в университет. Или конкурс на лучшее сочинение. И получаем таких сочинений очень много. Это тоже отдельная тема. Мы собрали очень много, около 250 сочинений. И, наверное, тоже на одной из конференций мы расскажем о результатах. И покажем вот эту красоту этих высказываний наших родителей, пап, бабушек, дедушек. И не только мама приходит. Да, мы соблазняем и других членов семьи. Каким образом, это мы расскажем. Чтобы понять, что я еще делаю. Напомните мне, передайте привет от Вани. Мама пишет мне вечером письмо. Привет от Вани. Я уже знаю, что я должна в четверг, каждый четверг я отвечаю на все письма родителей. И отправляю таблицу. Что в таблице, помимо сочинения «Мой ребенок»? В таблице родитель должен отметить, сам понаблюдать в течение пяти дней. Сколько раз он в день называет Ваню по имени? Отмечает для себя. Если пришли с папой вместе, папа тоже в курсе событий. Папа тоже отмечает, но независимо друг от друга. Никто никому не должен делать замечания. У каждого своя таблица на дверях или на стене, или на столе. И каждый себе отмечает. Дальше, таблица. Понаблюдайте, пожалуйста, за ребенком, сколько инициатив в течение дня дает ребенок. Наблюдайте за собой, как вы обращаетесь к ребенку. Как вы ему говорите. И вот в этих еще много-много пунктов здесь очень видно вот эту модель поведения мамы с ребенком, папы с ребенком. Ничего лишнего не надо говорить. Уже из их записи можно строить какую-то маленькую такую программку для первой цели. Даже не правой, коротенькой цели специалист может уже ставить для следующей встречи. Тогда мы принимаем данную ситуацию. Есть с чем работать. И наша цель в любом случае к нам обратились за помощью. Мы должны быть вместе. Не говорите о том, что поздно. Ребенок рождается в семье в любом возрасте. Пришел в 15 лет, он уже, ребенок родился. Ребенок родился, поэтому в любой момент, когда ребенок обращается за помощью к специалисту, у нас нет возрастных категорий. У нас есть ребенок. И в 15 лет он ребенок, и в 12 лет он ребенок. И в месяц, и в 6 месяцев. Поэтому специалист не имеет морального права говорить, что вам уже поздно обращаться ко мне. Никогда не поздно работать даже с 50-летним человеком, если обратился за помощью. Первое знакомство с семьей. Чуть-чуть повторюсь. Первое. Как мама зовет ребенка? Очень важно. Как она обнимает ребенка? Для меня вот этот момент очень диагностический. Как мама обнимает ребенка? Мама раскрыла свои руки, широко расставила ноги, сидит на стуле, или стоит, нагнулась на уровне глаза ребенка. Улыбка на лице. Радости, что сейчас подбежит ребенок мой. Как она его обнимет? Это очень важный момент. На это нужно тоже очень обращать внимание. Как она разговаривает с ребенком? Голос, интонация, тембр голоса. Раздраженная она. Или очень спокойная, апатичная. Все нужно это все смотреть очень внимательно. Это мелочи, это очень казалось бы банальности. Но из-за этого строится вся наша работа. И в это время мы можем увидеть реакцию мамы, реакцию ребенка. Ребенок хватает игрушку или бутылку воды и бежит. Мама говорит, положи на место, это чужое. Да разве может быть что-то чужое в кабинете у специалиста, который работает с детьми, с людьми? На это что мы отвечаем? Сегодня я работаю здесь. Через несколько дней я перееду в другой город. Или я найду другую работу, перейду. А в кабинете для детей. Сады, детские сады, кабинеты все созданы для детей, не для взрослых. Только мыть должны. Ребенок ничего не должен. Специалист должен сделать так, чтобы эта бутылка воды, например, вернулась на место, А мама не говорила, что это чужое. Реакция до того, как ребенок уйдет, молодец, положил бутылку на место, умничка, магически срабатывает. Вот попробуйте, просто. Ребенок возвращается, ставит бутылку на место и уходит. Даже не приходится ничего говорить. Но в крайнем случае, сейчас я заканчиваю очень быстро. В крайнем случае хватает, пускай выходит. Ну и что? Дать альтернативу другому. Игрушку или что-то, которое очень подкрепляет ребенка. И через какое-то время ребенок забудет про эту бутылку. Услышать, я еще раз повторяюсь. Понять, принять, быть вместе. Что мы делаем? Очень важно. Меняем первое. Я специалист. Что я должна делать? Я меняю свое поведение. Не себя, а свое поведение. Себя я поменять не смогу, а свое поведение я должна поменять. Владеть своими эмоциями. Никто не виноват, что я не выспалась. Никто не виноват, что у меня дома что творится. Никто в этом не виноват. Это мой профессиональный долг. Долг мы давали клятву. Мы обязаны это делать. Второе. Меняем не родителя, а меняем его поведение. Предыдущий оратор, коллега моя, она очень хорошо все это рассказала. Каким образом мы меняем поведение родителя. Родителя поменять не сможем. Старайтесь больше давать похвалу родителям. Пришла мама, пришел папа. Дать похвалу. Какие вы молодцы, вы пришли вовремя. Мы сегодня опоздали. Да что вы говорите? Мы задержались. Ничего страшного в этом нет, что автобус не приехал вовремя. Заходите. Ничего у меня тоже такое бывает со мной. Меняем не ребенка, а его поведение. Как мы это делаем? Наблюдаем первое за собственным поведением. Поведением родителей и детей. Включаем родителей во все занятия индивидуальные, групповые. И первое самое важное, что я написала, что родитель проходит от трех до восьми установочных занятий. Без детей после третьей встречи на установочные занятия отдельно приходит мама, папа, а потом приходит на второе установочное занятие няня с мамой, с папой, бабушки, дедушки. А на четвертую установочную встречу, мы так грубо называем, приходят симблинки, братья, сестры, чтобы они могли общаться. Вдалее эти дети участвуют на наших групповых занятиях обязательно, потому что если пятилетнему ребенку каждый раз говорить, ты большая, а Ваня маленький, ты большая, ребенок вырастет, он же пятилетний ребенок, тоже ребенок. Не надо забывать, что ребенок, у которого есть проблемы с развитием, аутир, будет сопутствовать всю жизнь эта проблема. А старшая сестра, она таким образом будет опекать своего брата, любить, помогать ему, а не забывать о нем. Проводим занятия для родителей без участия детей, информируем о принципах обучения и законах поведения, обучаем родителей наблюдать за своим поведением, поведением ребенка, и анализировать его по таблице, по преподаванию анализ поведения АПЦ, предшествующий фактор, есть поведение, есть последствия. Обязательно поэтому мы работаем, потому что я работаю в паре, сама владею методами поведенческой терапии, но со мной работают параллельно поведенческие аналитики, поэтому это очень легко происходит. Обучаем навыкам взаимодействия со своим ребенком, а мы делаем это вот так. Первое это встречи установочные, потом занятия индивидуальные с участием ребенка и родителя, детско-родительская группа, и в конце месяца четвертого занятия родительский клуб, куда приходят родители, дедушки, бабушки без детей. Но бывают случаи, когда мама говорит, я не хочу, чтобы на приеме, на клубе родительства была бабушка. Хорошо, бабушку мы приглашаем отдельно уже, и делаем клуб для бабушек, дедушек. Родители участвуют всегда. Почему участвуют родители? Во-первых, видя своего ребенка в процессе регулярных занятий, родитель учится видеть изменения в его поведении, а также сравнивать изменения, то, что видят в предыдущем этапе его развития. Поэтому у всех наших родителей дома висят, на дверях туалета, входная дверь, на окне везде, не сравнивая ребенка ни с кем, сравнивая с ним же самим на предыдущем этапе его развития. Во-вторых, родители научаются новым способом работы, взаимодействия, учатся справляться с поведенческими трудностями. Родители получают возможность обниматься опытом, обняться опытом друг к другу, получают дополнительную поддержку. Здесь очень важна мотивация родителей. В каком состоянии вышел родитель после встречи с вами? Эти мотивационные операции, настроения, намерения, желания. Это самое главное, чтобы родитель, мы должны сделать так, чтобы родитель захотел вернуться в следующий раз к нам. Чтобы он почувствовал, что он реально может получить помощь. Как говорила предыдущая моя коллега, что тоже, вот каким образом мы должны привлечь. Гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Выгонит меня через окно, я через дверь войду. Выгонит меня через дверь, я войду через окно. Я специалист, я обязана это делать. И у нас чужих детей нет. Они все наши общие, мы делаем все в интересах ребенка. Как сделать, чтобы родители захотели вернуться и продолжить работу? Ну, сказать очень много. Меня очень много всегда. Я очень люблю работу с родителями. И, может, что-то не успела озвучить. Ну, бывают вебинары, тренинги. Смотрите сайт, приходите. Обучающие бывают курсы нарушение квалификации. Так что мы можем встретиться и обсудить. Есть ли вопросы? А, на родительском клубе самое главное, что мы делаем. Первое, это забота о себе. Мы приглашаем косметологов иногда. Мы приглашаем диетологов. Мы приглашаем специалистов по голосу. Мы приглашаем, проводим дичь и двигательную гимнастику. В конце концов, мы делимся все, чем мы умеем делать. Приглашаем одежку, подбираем стиль одежды. И это очень интересно проходит. И дни рождения детей мы празднуем всегда вместе. Мы желанные гости в этой семье. В доме, может быть, в какой-то другой, может, культуре не принято, чтобы специалист приходил домой и пил чай. Но не надо забывать прошлое. На Руси всегда было, есть и будет чайпитие, гостеприимство. Поэтому мы должны поддерживать своей внутренней культурой и делать все. Вот у нас вот следующий. В эту субботу мы приглашаем, наверное, для проведения с коллегой. И мы решили, что мы пойдем с веточкой в большой дерево. На нем будут висеть призы, будут висеть наши поведенческие все штучки, которые мы можем делать. И проведем прекрасно наш праздник. Мальчику, которому исполнился до 12 лет. С ним уже мы не работаем. Он нас пригласил. Вот я хотела. Вопросы. Все понятно. Да. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Я хотела тоже, как коротенько сказать, насколько важно работать с родителем еще с точки зрения восстановления его ресурсов. Потому что, на самом деле, семья, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями, это семья, которая практически всегда находится в трудной жизненной ситуации. Термин, пришедший к нам из Снежного ведомства и социальной защиты. Но, тем не менее, он очень точно отражает ситуацию. Потому что это всегда для родителей травма. И прежде чем спросить, что родители сделали для того, чтобы ребенку полегчало, в общем, нужно посмотреть, а вообще есть ли ресурс какой-то у него для того, чтобы хоть сделать хоть один какой-то шаг. И порой достаточно рассказать, и человек будет достаточно ресурсен для того, чтобы выполнить разработанный вместе со специалистом план, разработки которого он способен принять участие, действительно включиться. А кому-то нужно оказать еще предварительную помощь. И прежде чем человек вообще сможет хоть какие-то шаги совершить, нужно дать ему почувствовать, что, в общем, ему есть на кого опереться, есть какие-то ресурсы, которые он может использовать, и эти ресурсы дать ему тоже. То есть и рыбка, и удочка бывают нужны одинаково, это важно. Поэтому в работе с родителями мы тоже используем не только консультативные приемы, когда мы вместе разрабатываем какой-то план, по которому мы пойдем с ним вместе, или он пойдет сам, в зависимости от его первого состояния. Это всегда психологическая работа в группах, это предлагаемая, естественно, бесплатная работа индивидуально, один на один психологом, потому что кому-то нужно так, кому-то нужно сяк. Это взаимодействие со всеми городскими службами, которые предлагают психологическую помощь. И Москва очень большой город, поэтому важно, чтобы это было в разных районах доступно. У нас есть городская психологическая служба помощи населению, которая 10 занятий, 10 приемов дает родителям, дает любым людям, бесплатно. То есть можно прийти, обратиться к своей проблеме, и 10 сеансов человек может получить. То есть с ними тоже мы проговаривали взаимодействие, это важная вещь. Ну и вот всякие мероприятия направлены именно на то, чтобы человек не находился постоянно в среде, которая напоминает ему о том, что у него есть ребенок, у ребенка проблема, что родитель ребенка с проблемой, и вот в этом он варится полосуточно. Нужно отвлекать, выходить куда-то в театры, устраивать какие-то мероприятия, самые различные, на самом деле, никак не связанные. У нас был хороший опыт взаимодействия с педагогами по йоге, есть и теперь детско-родительские группы, оказалось, родителям это важнее, чем детям. То есть на самом деле здесь вся фантазия, и опять, общественная организация, помощь в организации подобных вещей, потому что это важно, очень важно восстанавливать свой ресурс. Говорю вам как человек, находившийся в трудной жизненной ситуации. Спасибо большое, спасибо Людмиле Мамедовне за этот замечательный доклад, Лена, спасибо за такую обратную связь. Но мы продолжаем. Дорогие выступающие, я должна перед вами извиниться, мы тут с ними сидим еще в некоторой роли горгулей, когда я показываю вот эту штучку 5 минут, пожалуйста, не фрустрируйте, но знайте, что времени осталось не так много, потому что, конечно, все доклады очень важны, и очень хочется появиться в своем опыте, но у нас, к сожалению, есть вот этот самый тайминг и регламент, поэтому, не будьте добры, будем стараться укладываться. Я приглашаю к следующему докладу Людмилу Ирину Геннадьевну из города Новосибирска, которая выступит в докладе «Эффективные стратегии взаимодействия с семьей как значимый ресурс реализации репетиционного потенциала ребенка с расстройством эмоцистического спектра». Я представляю детский психоневрологический диспансер, он является учреждением областного уровня, довольно-таки серьезное учреждение, которое оказывает организационную методическую, консультативную помощь всем специалистам, не только врачам-психиатрам и других ведомств-специалистам по различным вопросам, в том числе по вещественному взаимодействию, провожу мониторинг психического недолгополучия, мониторинг услуг, которые получают дети и семьи, в том числе с расстройствами аутистического спектра. «Сегодня и вчера в рамках Всероссийской конференции было много сказано о том, что было предпринято и к чему надо стремиться. Я считаю, что эта конференция настоящий прорыв в вопросе комплексной помощи детям состройством аутистического спектра. В Новосибирской области сформировался особый путь встраивания психиатрии детской в комплексный подход оказания помощи. Мы пользуемся большим авторитетом, не выглашены на обочину жизни в этом вопросе, как есть ситуация в других регионах. Для нас не имеет значения возраст ребенка, мы не ждем трех лет, диагностика у нас может быть и на первом, и на втором году жизни, если есть достаточное количество клинических симптомов, если у нас не вызывает сомнения, искажен это гезонтогенеза у данного ребенка. И также мы против госпитализации в круглосуточный психиатрический стационар с целью диагностики. Такой практики у нас в регионе нет, ни одного диагноза аутизма не было установлено в круглосуточном стационаре, только амбулаторные формы. Мы притяжемся принципа идеи госпитализации. И очень важно, чтобы ребенок оставался внутри тех условий, в которых он привык, особенно это значимо для ребенка с аутизмом. В нашем психоневрологическом диспансере существует целая бригада специалистов. Те специалисты, которые нам помогают устанавливать правильный диагноз. Там, конечно, есть клинический медицинский психолог. Это наш первый партнер и очень важный учебник команды. Есть лагердет, специалист по социальной работе, клинический врач-кинедик, физиотерапевт, массажист и ряд других специалистов. И эта вся команда у нас участвует в том, чтобы поставить диагноз, чтобы оказать ему помощь и составить план помощи с учетом ресурсов, которые есть в том месту проживания. Специалисты по социальной работе нашего диспансера владеют сетью тех комплексных социальных центров, некоммерческих организаций, где по месту жительства ребенка будет получать помощь данная семья. К чему мы пришли? Наша целенаправленная работа длится уже не первый год. И мы понимаем, что аутизм — это заболевание всего тела. И такой подход к проблеме аутизма я хотела бы транслировать вам сегодня. Хотелось бы дать вам понять, что есть симптомы аутизма, а есть симптомы у ребенка, которые свидетельствуют не о аутизме, а о том, что ему нужно дополнительное соматическое в большинстве случаев обстоятельное. Так как у него, у этого ребенка, и сменяется из-за проблем с коммуникацией, ребенок подает сигналы с помощью нарушения сна, ухудшения поведения, стереотипными действиями или, возможно, самоповреждающим поведением, когда у него есть какое-то соматическое сопутствующее заболевание, так как у таких детей часто бывают коммерческие расстройства. И мне бы хотелось, вне зависимости от того, какая здесь аудитория, чтобы вы рассматривали с позиции того, что у детей часто бывают другие расстройства, не аутизм, и что его состояние может быть связанным с этим расстройством. И помочь родителям вовремя направить к педиатру или к другому врачу, который его провел тщательное обследование. Хотелось бы также отметить, я думаю, что вы все знаете, проблема повышенной уровня смертности среди людей с расстройством аутистического спектра. и существует в несколько раз она выше, чем в популяции. И она связана с тем, в том числе и с тем, что людям оказывается помощь ненадлежащего качества в связи с их заболеванием. То есть часто врачи и другие специалисты рассматривают в таком контексте, что вы хотите, он же аутист, а у него может быть кишечная непроходимость, или острый аппендицит, или панкреатит. И поэтому так себя ведут. А ему назначают нейролептики, укладывают в психиатрический стационар. Мне бы хотелось, чтобы такой практики не было у нас. Чтобы мы сначала исключили все соматические симптомы, провели тщательное обследование, дали медицинскую помощь ненадлежащего качества, а только потом уже подключались другие специалисты и другое лечение. И также хотелось бы рассказать, что бывает часто коморбидность не только соматических расстройств, но и психических расстройств. Наиболее часто это тревожные расстройства и депрессивные расстройства, а также теки. И поэтому, когда накладывается на искаженный терпизонтогенеза, на аутизм, еще коморбидное психическое расстройство, это очень делает интересную клиническую картину. И очень трудно бывает распознать, особенно тем специалистам, когда психиатр, как это традиционно в России, является и взрослым, и детским, и наркологом, и психотерапевтом, и патологоаналитомом, может быть, берегом на селе. И тогда размываются границы. И теряется суть, вот это ядро искаженной типы дезонтогенеза, вот, собственно, детский аутизм. А кажется, что, наверное, у него шизофиния, а может быть, это шизоэффективное расстройство, а может быть, что-то еще. Так вот, я призываю всех понимать, что аутизм — это диагноз на всю жизнь, что могут быть еще дополнительные диагнозы, но они будут сопутствующие, коморбидные, и могут быть осложнения. Но не бывает, что у одного человека в течение жизни идет смена психических диагнозов в районе 4-5-6. И очень у нас психиатрия в России, к сожалению, очень любит органическое расстройство, которое больше людей нету, а у нас в России оно зашкаливается. Хотелось бы, чтобы компетенция повышалась и в рамках, в том числе, непрерывного медицинского образования, и в рамках образования непрерывного других специалистов, для того, чтобы все-таки мы приходили не только к современному образованию и пониманию ведения пациента, но и к тому, что все-таки и лечение, и диагностика именно у психиатра должна быть своевременной, а не дожидаться определенной даты, и должна быть профессиональной. Также хотелось бы отметить очень важный на мой взгляд то, что семьи, в общем, большую несут стрессовую нагрузку, и они могут подвергаться подвергать детей жестокому обращению из-за чувства безысходности, из-за того, что из-за того, что они не видят выхода. Когда вот ребенок начинает ходить, разговаривать, улучшается с навыком самообслуживания, родители испытывают облегчение. А когда родители воспитывают ребенка с аутизмом, облегчение они не испытывают долгие годы, даже после его совершеннолетия, потому что он требует поддержки со стороны родителей. И очень многие обычные вещи даются такому человеку большим трудом. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы вы с пониманием относились к семьям, с уважением, уважали выбор семьи и могли понимать, что ситуация, в которой находятся эти семьи, она непростая. И важно не осуждать, а быть рядом и поддерживать. К сожалению, мое время очень такое жесткое. Рассказать мне есть много чего. В своей подготовке я использовала зарубежную литературу. Клинические рекомендации по коморбидным расстройствам при аутизме. И такие проблемы, как ограничение доступа к качественной медицинской помощи, испытывают люди с расстройством аутистического спектра по всему миру. Не только у нас в России. И хотелось бы, чтобы вы посмотрели это очень важный слайд. На мой взгляд, было проведено исследование за рубежом по поводу какого качества была оказана помощь медицинская. Были ли вы довольны? И, в общем-то, были довольны только 10% респондентов. Это говорит о том, что масштаб проблемы довольно-таки велик. И был задан специалистом в этом опросе один вопрос. Какие симптомы вы считаете проявлением рас? И были неожиданные ответы. Вы их видите на слайд. Да, это работа, гиперактивность, диарея, сокращение сна, агрессия, постановка роста, употребление несъедобного пищи, тики, кинезы. Это вот такое видение аутизма у специалистов, которые занимаются этими проблемами. Это в корне неправильно. Вот эти все симптомы из другой серии. Это не аутизм. И я хочу, чтобы вы тоже это понимали. Если вы это увидите в своей практике, эти симптомы будут мешать вам, чтобы ребенок получал помощь в надлежащем качестве, чтобы ваши интервенции были эффективны, отправляйте их в соматику. И у меня есть очень несколько интересных клинических случаев. Но я так понимаю, что времени нет. И я хотела бы один случай озвучить. Это из заведующей литературы. Миша — пятилетний мальчик с акипичным аутизмом. И у него стало наблюдаться с какого-то времени сама повреждающая поведение. Миша наносил себе мощные удары по челюсти по направлению от затылка и с такими большими шлифками. И стал прыгать с высоты. И он выбирал со временем все больше и больше высоты. Поднимался и спрыгивал. И когда ребенка стали обследовать соматически и у него обнаружился двухсторонний гнойнадик, то есть распаление уха, таким образом его такое поведение — это было физическое облегчение его состояния заложенности в ушах, болевого синдрома и после успешного лечения антибиотиками эти все признаки прошли. То есть он стал лучше себя чувствовать и он перестал любить себя, перестал прыгать и я думаю, что в таком состоянии, когда он самодельно здорово смог и более продуктивно обучаться. Это очень важно. И таких случаев у меня и много. Вот. То есть это могут быть проблемы с аденоидами, это может быть гастроэзопогальный рефлюкс, вызывать симптомы нарушения поведения у детей и это может быть спектакоковая инфекция. И хотелось бы по поводу клинического функционального диагноза все-таки тоже остановиться. Я считаю, это очень важный слайд. В каждом регионе есть своя специфика выстраивания помощи. В Новосибирской области у нас центральная фигура это врач-психиатр детский. И я этим горжусь. Я считаю, что это очень хороший опыт и мы имеем хорошие ресурсы у себя в учреждении и можем составлять помощь пациенту, маршрутную карту мы так ее называем, силами своих специалистов. И, конечно, мы знакомы с международной классификацией функционирования и проводим медицинскую реабилитацию на территории для детей с психическими расстройствами, в том числе с расстройствами пистического спектра. и со следующего года уже Министерство здравоохранения Новосибирской области нам даже выделяет государственные задания по медицинской реабилитации по поводу психиатрии. Это большое достижение, потому что это заявлено везде, но мало где реализуется. Я так знаю, что это в основном Санкт-Петербург и Москва. И то у нас будет такая форма как дневной нестационарный так как я уже говорила о наших подходах и где команда специалистов может ставить короткие цели достижимые те, которые в общем-то у нас могут достичь эффект за счет вмешательств на короткий период. Конечно важно правильно оценить реабилитационный потенциал и ресурсы ребенка для этого необходимо направлять на медицинскую реабилитацию только тех детей, которые в состоянии продемонстрировать улучшения. Есть показания для лечения, а есть показания для проведения медицинской реабилитации. Здесь конечно компетентность и профессионализм важны для того, чтобы и ожидания специалистов оправдывались и родители и достигалось улучшения качества жизни ребенка. Спасибо большое за внимание. Можно задать вопрос? Вы сказали, что аутизм это заболевание навсегда. Скажите пожалуйста, как вы готовите родителей, что название их диагноза ребенка после 10 лет или после 12 изменится, потому что людей с расстройством аутистического спектра или РДА до 12 лет существует, а после 12 ставится шизофрения разных видов. Из какого региона? Из московского. Сказать, что я шокирована, это ничего не сказать. На прошлой неделе беседыла как раз с психиатром на этом дело. Людей во взрослом состоянии, с пониженным интеллектом, если изначально у них был ранний детский аутизм, но после 18 уж точно не будет стоять ЭК-84. Я присоединяюсь к словам Елены Геннадьевны. коллеги по поводу того, что практики такой быть повсеместной не должно. И в этом плане я присоединяюсь к тому, что я удивлен. Хотя, конечно, есть такая традиция. И это происходит не в 10-12, а чаще всего в 18, когда ребенок приходит с детского участка возрастом психонерологических диспансеров. хотя, с момента существования международной классификации болезни 10-го присмотра она появилась у нас в 90-х годах, черно-по-белому там написано, что лубика ТЭПО-84, то есть расстройство аутистического поведения, как сейчас мы их называем, не предполагают изменения диагноза при изменении возраста, при взрослении. Но вместе с тем такая традиция есть. Последние годы на эту тему было сделано достаточно много в ходе того, что, если не ошибаюсь, на уровне Государственной Думы проводились разного рода встречи межпрофессиональные, где это вопрос, как будто бы нормативно был довольно однозначно определён, что так быть не должно. Но существует человеческий фактор, существует традиция Московской, Ленинградской и других школ психиатрии, благодаря которым, к сожалению, иногда это происходит. Но на том мы с вами и пытаемся и стремимся к партнёрским взаимоотношениям и сотрудничеству, чтобы сообщали эту практику изменения. Иногда бывает такое, что действительно я здесь чуть-чуть поспорю с уважаемой Рейнгенадиной, что в определённом возрасте нет оснований ставить диагноз пашизопрении, потому что нет признаков процессуальности и так далее. Но с течением времени иногда такое бывает, что до определённого возраста это выглядело как непротессуальный аукет, а в каком-то другом возрасте, подростковом, юношеском возникает приступ, когда у нас есть все основания для диагностики пашизопрении. Но таких случаев меньшинство, в том числе случаев человечества. Спасибо, уважаемые коллеги. Я хотела бы добавить ещё то, что у нас в Новосибирске примет оставить несколько диагнозов. Часто у детей с расстройством аутистического спектра это порядка 70% есть нарушения когнитивного функционирования разной степени выраженности. И когда когнитивное функционирование соответствует медразвитию лёгкому, среднему не тяжело, но мы ставим второй диагноз. Бывает и третий диагноз, если есть тики, если есть тревожное расстройство. И, конечно, в статистической форму идёт основная аутистин, а все остальные сопутствующие диагнозы мы учитываем, прописываем. И это нам не мешает и даже нам все это всё транслировать. И, в общем-то, в этом всё хорошо. По поводу детской шизофрении вопрос такой сложный, потому что, конечно, качество дифференциальной диагностики должно быть. И мы, ребёнок переживает психотические эпизоды, ребёнок сразу в течение своей жизни во время пубертного периода, который потом проходит самостоятельно, и больше не повторяются, и мы распады личности не видим или дефектом. И тогда, конечно, делать иудачу то, что шизофрение, я думаю, не обязательно возможно. Конечно, я думаю, что у нас у психиатров большая территория в России и разные школы есть, и Новосибирск всегда отличался психиатрой от Москвы и Санкт-Петербурга. Я считаю, что нам не хватает профессионального общения, диалога, и хотелось бы в рамках общего мероприятия всё-таки разговаривать и приходить к общему понятию методологическому диагностике лечения и ведения пациентов, в том числе и аутистов. Спасибо. Очень важный на мой взгляд доклад. Хотела бы обратить внимание тех, кто будет потом слушать нас в записи, если среди таковых будут врачи. Есть прекрасное переведённое на русский язык брошюло, которое называется «Сопутствующие медицинские заболевания при расстройствах аутистического спектра, особенно медицинских специалистов и лиц, принимающих решения». Изданное, естественно, американцами, но подробнейшим образом, разбирающим разными сопутствующими как раз соматическими заболеваниями, и в общем можно с ней познакомиться, она будет полезна, мне кажется, и вам, как специалистам, принимающим такие решения. Она, в общем, написана достаточно простым языком. Дальше. Спасибо большое, ну а мы продолжаем и вынуждены извините, мы, наверное, немножко задержимся с перерывом, для того, чтобы послушать следующего докладчика. Мы приглашаем все тарифы у СУВД Абду Маликовну из Крыма с докладом «Поддержка родителей с РАС в условиях ДУК МАЭС-центра». Вспомнил, что хотела сказать. В случаях, если у нас диагноз изменяется, и вы считаете, что изменяется неправоядно, или родители считают, что изменяется неправоядно, можно направить его в нашу организацию. У нас есть опыт изменения, помощь родителям в изменении диагноза обратно на аутизм. В случае, если это действительно аутизм, а не что-то другое. Добрый день. Я представляю Крымский республиканский центр психолого-медагогического и медико-социального сопровождения. И сегодня мы хотели бы поделиться нашим опытом в поддержке родителей детей с расстройствами аутизмического спектра в условиях ПОК МАЭС-центра. В состав нашего центра входит 5 структурных подразделений. Это отдел ранней помощи, дошкольное отделение, отдел психолого-педагогической коррекции, Центральная психолого-медагогическая комиссия и Инклюзивный ресурсный центр. И каждый из этих 5 отделов принимает активное участие в процессе психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами аутизмического спектра. Но сегодня мы бы хотели более подробно представить опыт работы с родителями в рамках отдела коррекции. Около 30% детей, посещающих отдел коррекции, это дети с расстройствами аутизмического спектра. Специалистами проводятся занятия с ними в два раза в неделю, по 30 минут, ну не более 30 минут продолжительные занятия составляют. Это регламентируется санфином в соответствии с возрастными нормами. Но мы знаем, что этого недостаточно. Сегодня уже говорили о том, что по последним исследованиям рекомендуется до эффективного раннего вмешательства около 20 часов занятий в неделю с ребенком. И у нас возник вопрос, как же повысить эти занятия в условиях данного рода. Когда мы работаем только с ребенком, мы действительно ограничены во времени. И наша работа, она менее эффективна. Поэтому мы стали больше внимания уделять работе с родителями, их обучению, чтобы они могли использовать эти знания в постоянном ежедневном взаимодействии с ребенком. И мы знаем из исследований, что стратегии, опосредованно воздействующие через родителей, они более эффективны для развития ребенка, нежели проводимые специалистами. Но большинство родителей, даже при их направленности на помощь ребенку, достаточно трудно ее оказать, так как они сами нуждаются в поддержке специалистов. И мы знаем, что родители детей сразу испытывают повышенный стресс, депрессию, чувство вины, отрицание и другие эмоциональные состояния. Переживания родителей связаны с трудностями с коммуникацией речи у ребенка, повторяющейся поведения, трудностями с регуляцией поведения, трудностями со сном, с едой, с развитием адаптивных навыков и другими. И для более системного понимания, что происходит с родителем, почему и как им помочь, мы использовали модель айсберга, предложенную Эриком Шоплером для анализа поведения детей в рамках подхода ТИЧ. Мы же ее использовали для анализа того, что происходит с родителями. И мы видим, что меньшая часть айсберга, около 10%, находится над поверхностью воды. Это то, что мы видим. И мы видим стресс, отчаяние, тревогу, депрессию, другие эмоциональные состояния. Большая часть айсберга находится под водой. Это около 90%, и это, собственно, причины, по которым возникают данные эмоциональные состояния. Это задержка речевого развития у ребенка, задержка в развитии игровых навыков, трудностей с поведением и другие. И понимая, что происходит с родителем и почему, мы можем ответить на вопрос, как им помочь. И, учитывая представленную модель, становится очевидным, что необходима комплексная системная поддержка родителей по двум основным направлениям. Это психологическая поддержка и информационная поддержка. Психологическая поддержка направлена на работу с эмоциональным состоянием родителей, а информационная поддержка на работу с причинами данного эмоционального состояния. Но мы знаем, опять же, из исследований, что чем больше в количестве информации владеет родителей, тем ниже у него уровень стресса. Но также нам известно, что чем выше уровень стресса, тем тяжелее родитель воспринимает информацию. Поэтому мы говорим о системности, о том, что это два взаимосвязанных направления, которые должны осуществляться одновременно. Психологическая поддержка происходит в рамках консультирования семьи. С семьей работают специалисты и оказывают поддержку по принятию ситуации и способствуют унижению психоэмоционального напряжения. Информационная поддержка. Как только родитель узнает о диагнозе, первое, что ему нужно, это доступ к качественной информации. Поэтому мы информируем родителей по следующим вопросам. Это особенности развития детей с раз, методы развития коммуникации и речи, социально-эмоциональное развитие, предупреждение и коррекция нежелательного поведения, эффективные методы работы с детьми с раз и информирование о работе по ПМС-центру и его структурных подразделениях. Особое внимание в своей работе мы уделяем именно социально-эмоциональному развитию детей. Почему? Потому что социально-эмоциональное развитие происходит в контексте взаимоотношений, а именно в семье. И чем раньше мы начинаем, тем лучше. Это особенно подчеркивает Орен Партон и другие специалисты. И мы знаем, что существует связь между ранним развитием социально-эмоциональной капитальности и более поздними социальными навыками, успехами в учебе и общим качеством жизни ребенка. Также нам известно, что прогресс в развитии ключевых социально-эмоциональных навыков напрямую связан с предупреждением и снижением проблемного поведения. И социально-эмоциональная компетентность — это потенциал развития для доверия, самосознания и независимости. Доверие, то есть отключая ребенка общение, коммуникацию, взаимодействие, мы тем самым развиваем чувство доверия к миру. Самосознание — это понимание ребенка в себя, своего эмоционального состояния, того, как реагировать на внешние воздействия. Также мы рекомендуем родителям ввести вместе с ребенком мой альбом. Он у нас составлен в соответствии со структурными компонентами самосознания у Мухины, у Валерии Сергеевны. Мы вместе с родителями определяем возможности ребенка и какие страницы альбома они уже сегодня могут заполнить. И обучение — это потенциал для развития независимости. Развитие независимости в рамках ежедневных рутин с помощью того же визуального расписания или в рамках игры с помощью альбома активности, например. И информационная и психологическая поддержка родителей способствует созданию и установлению с родителями партнерских отношений и выработке совместных решений по преодолению трудностей в развитии, воспитании и обучении ребенка. В своей работе мы опираемся на следующую модель работы с семьей. Это активное сотрудничество специалистов и родителей с целью оказания необходимой поддержки ребенка. Информирование родителей происходит в рамках семинаров, мастер-классов, круглых столов и родительских собраний. И отделом осуществляется выпуск информационных материалов. И с 2017 года на базе нашего учреждения осуществляется реализация программы «Ранняя пташка» «Эрли Бёрд» Национального общества аутизма Великобритании. Наши специалисты приняли участие в тренинге по программе «Ранняя пташка» по русскоязычной версии, организованной по фондам обнаженных сердцам. Это трехмесячная программа помощи родителям детей с расстройствами аутизического спектра. Дети дошкольного возраста. И основная цель программы – это помощь детям с аутизмом через обучение их родителей. Программа информирует родителей о том, что такое аутизм, как дети с аутизмом воспринимают этот мир, как они его понимают и как аутизм проявляется у конкретного ребенка. Программа помогает родителям в принятии диагноза, дает родителям возможность выработать эффективные способы общения с ребенком, лучше справляться с трудностями его поведения. Знакомит с современными подходами к оказанию помощи детям с рас и дает возможность поделиться своим опытом воспитания ребенка с рас и увидеть, как другие семьи справляются с ребенком в повседневных ситуациях. Представляющие программы. Программа состоит из восьми групповых сессий. Продолжительность одной групповой сессии длится два с половиной часа. В рамках сессии раскрываются основные структурные элементы программы – аутизм, коммуникация и поведение. В программе предусмотрены четыре домашних визита. В рамках домашних визитов специалисты консультируют семью, помогают индивидуализировать те знания, которые родители получили в ходе групповой сессии, применительно к их ребенку. И мы осуществляем видеозапись. Вместе затем просматриваем запись взаимодействия ребенка и родителя и обсуждаем, анализируем с родителями, что получилось хорошо, что можно попробовать еще. Группы состоят от четырех до шести семей. И очень важна та групповая динамика, которая формируется как внутри семей участников группы, так и между специалистами и родителями. И это программа, которая объединяет родителей, родители поддерживают друг друга. И мы знаем, что даже после завершения программы они продолжают общаться. И в программе у нас постпрограммная встреча через три месяца предусмотрена. И в качестве подтверждения эффективности программы мы бы хотели продемонстрировать видео домашнего визита, который был до программы. На видео мальчик Никита, ему пять лет, и мама Ольга. Ну давай, Ледка. Давай, Ледка. Давай, Ледка. Давай, Ледка. Давай, Ледка. Неси на ней машинку. Неси себе машинку. Неси машинку. Мы попросили показать маму, как она взаимодействует с ребёнком. И мы видим, что ребёнок не обращает внимания на маму, на партёры по коммуникации. Он занят предметами, в частности, игрушками. Он не стремится к взаимодействию. И ребёнок так вот продолжил свою игру. У нас есть видео домашнего визита после третьей сессии. Это игры для общения, игры на развитие двустороннего совместного внимания. Я только попрошу видео не снимать, пожалуйста. У нас есть разрешение только на демонстрацию. Мы видим, что игра короткая, весёлая, содержит повторяющиеся элементы. Мама с Никитой выполняют действия по очереди. Затем мама в качестве поощрения кружит Никиту. И игра начинается снова. Мама структурировала среду. Она раскрыла диван. И Никита с ней находится на одном уровне. И мы наблюдаем очень хороший визуальный контакт. Мама старается удержать внимание Никиты на физический контакт с ним. И она очень эмоциональная. Сейчас мама на какой-то момент остановится и будет ждать инициативы от Никиты. И Никита попросил продолжить игру. Мы видим, что Никита и мама просто общаются для получения удовольствия. У них это отлично получается. И ещё кратко. Многочисленные исследования данной программы и наш практический опыт свидетельствуют о том, что программа «Ранее пташка» способствует снижению родительского стресса. Родители лучше понимают аутизм собственного ребёнка. Лучше начинают понимать, как взаимодействовать с ребёнком, как с ним коммуницировать и как лучше справляться с его поведением. У нас есть отзыв. Если есть у нас, минутка, видеоотзыв. Полторы, пожалуйста, минуты. Можем, да? Хочу выразить огромную благодарность авторам и создателям программы «Ранее пташка», а также прекрасным педагогам, которые привезли эту программу к нам в город. Благодаря участию в «Ранее пташке» я смогла прежде всего принять своего ребёнка с такими особенностями, с таким простым. Я смогла понять лучше, что такое аутизм, в чём его особенности, как помочь таким детям. На этой программе «Ранее пташка» очень много инструментов, способов, методов, как помочь этим детям, как можно раньше вмешаться в это расстройство и наладить эффективное взаимоотношение с ребёнком, наладить свою коммуникацию с ребёнком, выйти на положительные результаты. И действительно в нашей семье так и получилось, что после участия «Ранее пташки» мы изменили свою коммуникацию с ребёнком. И у нас начался благодаря спросить, потому что мы поняли, как нужно общаться с ребёнком и как не нужно общаться с ребёнком. Мне очень понравился формат общения с родителями таких же детей, потому что общаясь с такими же родителями на этом тренинге мы делились с каждым своим личным опытом, прогрессом, секретами, как максимально помочь этим детям. Я также благодарна за поступие, которое осталось в можете участие в тренинге. Я к нему возвращаюсь постоянно. Поэтому я рекомендую эту программу всем родителям, кто споснулся с такой проблемой, проблемой аутизма у ребёнка. Эта программа, она вдохновит вас. Она ворушевит вас вороться с ребёнком. Она снарядит вас в секретную, как помочь нашим детям. И поэтому участвуйте в этой программе, потому что это действительно программа, которая даёт надежды. Спасибо. Я бы хотел, что это видео через год после программы снимали. То есть это вот такой стойкий результат положительный. Спасибо большое за внимание. Дорогие друзья, прежде чем мы уйдём на перерыв, я хотела поблагодарить нашего докладчика последнего и сказать, что действительно программа «Ранее вташка» она замечательная, круповая программа, которая поддерживает, развивает навыки родительства. Но вы должны понимать, что это одна из многих программ. И если в данный момент вы не владеете, это не значит, что вы не должны проводить другие групповые программы. Вы также можете собирать родителей, вы также можете объяснять им возможности стратегии взаимодействия, объяснять им, что такое расстройство аутистического спектра и самостоятельно делать такие программы, потому что это крайне важно. Групповая работа с родителями и возможность поддержки родителей. То, что я уже говорила, они бывают разнообразные, и не нужно останавливаться, если вдруг у вас нет какого-то инструмента или методики в руках. Просто нужно придумать, как это можно сделать в другом способе или получить обучение. Поэтому я благодарю всех. Мы сейчас идем на коротенький, если можно, перерыв. Если вы позволите, давайте ложимся в 15 минут, чтобы нам вовремя начать. Продолжение следует... 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 Мы выиграли президентский грант на тему помощи родителям с аутизмом. Не президентский, а грант Мэра Москвы. И в рамках этого гранта сейчас у нас есть программа, это подготовка вебинаров, проведение вебинаров для родителей, детей, детей с РАССКО. Я приглашаю, первое, специалистов, если вы были опытны, вам интересно, ну, такое вот продвижение, да, на нашей площадке, подготовить вебинар на какую-то макурскую тему, тему, с которой к вам каждый раз обращаются родители, вот, что важно. И на нашей площадке, то есть у нас есть технический специалист, который поможет, объяснит, мы скажем, время, то есть нужна вот техника, если вы в другом городе находитесь, то есть, ну, это компьютер, это наушники, и этого достаточно, чтобы вам подготовить вебинар как специалистам. И это, это свой вебинар, вы можете забрать в свою организацию, в себе, понятно, мы везде говорим решаемо, что это ваши наработки, это ваш опыт. Важно, что там, где вы, когда вы ведете вебинар, вы обращаетесь к родителям. И на том конце слушают родители, они могут быть из разных городов, ну, вот с этой проблемой. И, опять-таки, будут у нас такие вебинары, если вам интересно, для ваших уже родителей, с которыми вы работаете, вы тоже можете рекомендовать, что вы посмотрите на площадке, вот, авторский центр семьи, там, то есть точно был на нашем сайте. Вот, сейчас мы только начали подготовку, и только с 1 декабря, ну, вот до конца, до августа, я думаю, что у нас появится такая хорошая, серьезная программа. То есть у нас есть свои специалисты, и мы вас тоже приглашаем к сотрудничеству. Телефон мой личный, поэтому пишите в WhatsApp, звоните, и мы договоримся конкретно с каждым. Спасибо. Спасибо большое. Это очень важное дополнение, потому что мы очень много ездим с семинарами по ранней помощи по регионам, и всегда возникает вопрос, а как обучиться, а где почерпнуть новые знания. И, на самом деле, вот эти возможности бесплатного обучения посредством дистанционного обучения в виде вебинаров и так далее, пожалуйста, пользуйтесь этим, потому что сейчас это достаточно много хорошего качества, и, по крайней мере, какие-то новые деменции и вещи можно оттуда почерпнуть. Ну, а мы продолжаем. И я приглашаю к докладу Куртилину Анну Владимировну, Иману Наталью Владимировну из города Новосибирска. Так, есть у нас такие коллеги. Ой-ой-ой. Не берусь в перерывы, но перерывы мы уже задержали. Так, тогда мы попробуем, если вдруг коллеги вернутся, следующий докладчик, Светлана Константиновна Сенатская. Тогда мы приглашаем Светлана Константиновна с докладом «Откровенный разговор. Игровые технологии при взаимодействии с родителями». Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Сенатская Светлана. Я методист городского психолога-педиатрического центра департамента образования города Москвы. Работаю методистом и руководитель лаборатории игровых технологий в образовании. В моей профессиональной деятельности в прошлом десятилетии был такой опыт, как введение групп для родителей, воспитывающих детей с расстройством логистического спектра. Эти группы были созданы в рамках ликотек, и они были параллельно с занятиями детей, и были частью коллекционного процесса. То есть это были обязательные группы для посещения. Надо сказать, что разы не были обязательные. Эта мотивация была достаточно смежна у родителей, и они были регулярные каждую неделю, там раз и даже иногда два раза в неделю, по полтора часа мы с родителями собирались, там от трех до шести человек. Главная задача, которую мы ставили для этой группы, это была задача конструктивного взаимодействия со специалистами родителей, потому что очень много было сопротивлений, особенно когда дети еще совсем маленькие, и специалисты не очень доверяли родителей. Нам нужно было установить вот такой контакт, и для этого были в первую очередь созданы эти группы. Конечно же, мы решали в этих группах еще задачи по снижению эмоционального напряжения, по принятию ребенка, ребенка, его темпы, своеобразие, развитие. Мы решали задачи поиска и расширения ресурсов семьи в целом. Ну и очень сложно было в этих группах в первом полугодии. И тогда, ну то есть родители в первую очередь больше всего слушали. Они слушали, это были лекции какие-то, мои семинары, и очень тяжело шли на разговор. И тогда мы начали просто играть. Тогда еще это, вот сейчас это бум, игра бум, и мы все знаем, что игры это тренд, и их используют везде, и графикация это тоже большой тренд. Но тогда еще игры так и широко не продавались, и не распространялись, но тем не менее мы начали играть в обычные настолки. И, ну, как бы я и говорила о том, что это, чтобы вдруг они смогут их использовать для того, чтобы установить более какие-то отношения со своей семьей или со своими детьми. И вот мы играли просто на столке. А потом я добавила специальные социальные игры, в первую очередь социальные игры Гюнтера Хорна в этот наш процесс. Наверное, вы знаете про них. Самая известная это лепешка, и про нее можно долго и много разговаривать, но речь сегодня не о ней. Есть еще одна прекрасная игра Гюнтера Хорна, которая называется «Загенция». И сейчас уже, наверное, порядка 12 модификаций этой игры. Как самая эффективная технология, вообще любая эффективная технология, она очень простая. И поэтому она очень быстро принимается любыми людьми. Ну, тут я хотела бы, чтобы вы обратили внимание, что преимущества над всеми другими технологиями, которые вообще можно использовать в группе игровые, для именно установления доверительных отношений, для вызова на откровенный разговор, родители, они самые лучшие. Потому что, вот, я уже сказала в начале, что родители больше слушали. Когда мы начали играть, они стали говорить. Но темы... У нас были очень ограниченное количество тем, на которых мы застревали, что не вело нас именно к конструктиву, к ресурсу. И поэтому возникла мысль о том, что нужно создавать специальный инструмент для того, чтобы в этих группах, именно в этих группах, можно было откровенно поговорить о том, что волнует, о том, что... о том, куда можно дальше идти, как повысить качество жизни семьи. Кроме всех других решений, кроме всех других задач, которые, безусловно, тоже решались в этих группах. Вот. И параллельно со мной работала Ирина Федотова, которая работала в группах детских здоровых сиблингов. И у нее тоже была такая задача. Она никак не могла вывести детей, на этот откровенный разговор. И мы с ней совместно решили создать свою игру, которая смогла бы решить наши общие задачи. Так она вот случайно, а может и не случайно, возникла. Ну, тут вот задача, про которую я уже говорила. И это простые карточки, на которых написано высказывание. За пять лет работает группа. Конечно же, я вела конспекты и какие-то вообще сессионные записи. И там высказываний родителей было достаточно много. И эти высказывания легли на эти карточки. И когда мы создали игру и начали ее уже использовать, мы увидели огромный спектр ее применения. То есть оказалось, что ее можно использовать не только в группах, ее можно использовать было и в индивидуальном консультировании. Папа-мама. Папа-мама, ребенок здоровый. Группа детей здоровых сиблингов. Группа родителей. От трех человек самое большое, которое вела 25 человек в группе. То есть большое количество родителей может в этом участвовать. По времени, ну, самое короткое, мы работали 30 минут, самое большое 3 часа. Это когда родители сказали, мы не уйдем, пока мы не сыграем всю колоду. И мы 3 часа играли. Родители очень легко на это идут. Им очень нравится. И не знаю, почему. Не знаю, почему им так нравится играть в эту игру. Ну, и еще. Когда мы презентовали эту игру, когда мы ее показывали на наших семинарах, мы увидели, что очень здорово ее можно использовать для, ну, в рамках курса повышения квалификации. Для того, чтобы расширить знания специалистов о мироощущении, о самом ощущении, о мировосприятии детей, ой, родителей, у которых дети с ограниченными возможностями здоровья. И мы увидели также, что эту игру можно играть с родителями любых. не так, с родителями любыми. Даже у тех родителей, у которых дети не с какими особенностями. То есть с обычными детьми. Мы назвали нашу игру «Обычные семьи, необычные дети», потому что настольной книгой нашей являлась книга Селикмана и Дарлинг, где ее принесли. И что, вот она как была наша настольная. Есть какие-то вопросы? Я готова ответить. Карточки можно привезти в интернет-магазине «Маккартс». Вот они там называются сейчас «Особые секреты». Я боюсь, что я ее неправильно напишу. Ну и тогда еще одно добавление. Поскольку я являюсь руководителем лаборатории игровых технологий, мы всегда открыты с сотрудничеством и можем работать под ваш заказ, если у вас есть какие-то задачи, которые вы не можете решить другими способами. И, может быть, мы сможем решить их игровыми способами. Поэтому обращайтесь к нам. Кроме этого, у нас есть масса других игр для решения других задач, с которыми мы тоже можем вас познакомить на мероприятиях Дородского психолого-педагогического центра и на курсах повышения квалификации по программе развития коммуникации коммуникативной компетенции у детей с ограниченными возможностями здоровья посредством социальных игр. Ну и, на самом деле, все, что вы захотите, вы готовы тоже разрабатывать и представлять вам. Спасибо большое. Я бы хотела еще раз спросить, подошли ли у нас Анна Владимировна и Наталья Владимировна из города Новосибирска? Видимо, нет. Коллеги до нас, видимо, не доехали. Поэтому тогда мы будем продолжать по программе. Я буду реже показывать страшный ночок с пятими минутами, потому что есть еще одно выступление. Замечательно. Тогда мы будем его объявить, потому что у нас... Давайте, хорошо, тогда продолжаем по программе. Когда я приглашаю молитву Наталью Леонидовну с докладом «Мы в одной локте» прием к взаимодействию с родителями детей с расстройством альтистического спектра. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Малетина Наталья Леонидовна. Я методист и педагог-психолог городского психолого-педагогического центра. И я расскажу о тренинге для специалистов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, которые мы назвали «Мы в одной локте». Тренинг развивающийся, растущий, изменяющийся и наполняющийся, наверное, с каждым разом его проведения новыми-новыми материалами, блоками и подробностями. Поэтому, я думаю, если вы услышите об этом через год, например, это уже будет немножко другая история. И, надеюсь, более интересная, чем сейчас. Я хотела бы рассказать, с чего это вообще началась история. Началась она с запроса специалистов образовательных организаций, с запроса курсов повышения квалификации для тьютеров, которые обращались к нам в центр, с запроса наших специалистов, психологов, дефектологов, логопедов, не работающих специально с семьями и не ставящих себе такой задачи. Работающих с детьми с раз, но при этом испытывающих разные трудности во взаимодействии с родителями. Вообще, когда мы приносим этот тренинг на курсы, повышение квалификации или куда-то в коллектив специалистов, народ обычно сразу просыпается и оживляется, потому что для них это является одной из животрепещущих, таких горячих тем. И запросы были совершенно разные. Они были связаны частично с профессиональным выгоранием специалистов, частично с тревогой перед общением с родителями, частично специалисты говорили о том, что они не знают, с какой стороны к родителям подойти, боятся им навредить, и частично связанные с конфликтными ситуациями, которые находились на разной стадии развития этих специалистов. При этом перед нами стояла сложная задача. Нам надо было, с одной стороны, не обучать специалистов различным техникам работы с семьей, не залезать в семейную психотерапию или куда-то еще, но при этом дать им основу и понимание того, чего они делают, дать механику тех процессов, которые происходят у родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Причем дать это мягко, целесообразно, так, чтобы они могли взять и делать. Поэтому отбор содержания продолжается до сих пор в зависимости от тех отзывов, которые дают специалисты на клинике. Естественно, ни для кого этот слайд не является секретом, потому что, конечно, при конфликтных отношениях, при деструктивных отношениях, при отсутствии контакта мы наблюдаем и снижение эффективности работы с ребенком, и неблагоприятную эмоциональную атмосферу среди специалистов и родителей, и эмоциональное выгорание. Я здесь специально не уточняла, чье выгорание, потому что выгорают от деструкции и те, и другие. И родителям сложно, и специалистам сложно. Естественно, ни для кого не секрет, что если это будет сплоченная команда, а когда я начинала свою профессиональную деятельность, я привыкла работать в коллективе, где была действительно сплоченная команда родителей и специалистов. И также, когда есть общая цель работы, понимание этой цели работы, поддерживающая атмосферу, тогда, естественно, и работать всем становится и веселее, и продуктивнее, и нет никаких острых углов и конфликтных ситуаций. А если они есть, они достаточно хорошо разрешаются. Ну и, собственно, цель тренинга – это формирование навыков конструктивного взаимодействия с родителями детей с РАС. Если точнее, то мы говорим о том, чем отличаются родители ребенка с расстройствами аутистического спектра от родителей типично развивающихся детей и от родителей других детей, например, с ОБЗМ. Мы говорим о том, что такое рабочий альянс. С одной стороны, психологам в этом плане повезло больше, потому как те, кто проходил курсы, лекции, тренинги по консультированию, по работе с семьей, вообще имеют образование психологическое, знают, что такое рабочий альянс, что такое контракт на работу с клиентом. Но мы рассчитывали тренинг, в том числе, на дефектологов, тьютеров, логопедов, и им не так повезло, как психологам. Мы обучаем постановке общей цели работы, так, чтобы это было понятно родителям, принято ими, и родители могли понимать, что делает специалист. Не отвечать, что он там ходит к психологу, например, по средам. А зачем – непонятно. Ну и как предотвратить эмоциональное выгорание родителей и специалистов. Тренинг состоит из нескольких блоков. И сейчас я расскажу, что же это за блоки, как это устроено внутри. Во-первых, мы говорим о особенностях семей, воспитывающих детей с рас. Не вдаваясь в глубокие какие-то слои семейные, психотерапии, работа с семьей и так далее. Нам важно, чтобы специалисты просто понимали, как это устроено, и могли какие-то свои конструкты потом формировать. Мы говорим об отличиях, о отношении родителей вообще к наличию особенностей у ребенка, расстройства аутистического спектра. Мы говорим о стратегии взаимодействия специалиста с родителями в зависимости от этих особенностей, в зависимости от отношения родителей к этим особенностям. В какой период что можно говорить родителям, в какой период нельзя. В какой период можно конфронтировать, а в какой период, и это будет конструктивно. А в какой период нельзя это делать ни в коем случае. В какой период можно родителям давать рекомендации и настаивать на их выполнении. А когда нужно отпустить и поддержать родителя? Когда родителям нужно сказать о том, что то, что с вами сейчас происходит, это нормально, это определенный этап, а в каком случае нужно, наоборот, удержать слегка родительскую тревогу, и она будет, например, способствовать динамике работы. Также мы говорим о влиянии родительских установок на развитие отношений с образовательной организацией. Приходя в образовательную организацию, родители детей с раз приходят с разными конструктами. Они обусловлены и личным опытом, и социальной ситуацией, и семейными особенностями, и многими-многими другими факторами, в том числе и тем, каким образом попали родители, какой у них был вообще опыт общения с образовательной организацией, и личный в своем детстве, и опыт, например, с тем ребенком, с которым они пришли, и так далее. Какие бывают риски возникновения конфликтных ситуаций в зависимости от родительских установок, и здесь я бы добавила, и в зависимости от установок специалистов на прием семьи с ребенком с расстройствами аутистического спектра. Здесь все-таки история обоюдная, потому как конструктивные и деструктивные установки имеют как одна сторона, так и другая. Если мы в одностороннем формате говорим, это, конечно, будет неверно. Каким образом преодолевать эти риски, сокращать их действия, вообще каким образом себя вести, где нужно поддержать родителей, где нужно, наоборот, в большей степени сподвигать их к решению тех задач, за которыми они, собственно, и пришли. Особенность установки и поддержания рабочего альянса специалистов и родителей детей с рас. Это, наверное, самый большой раздел. Мы говорим о понятии рабочего альянса, какие стороны, как говорить с родителями о контракте договоря, что делать родителям в портс-мажорных ситуациях. Очень часто разные бывают случаи и ситуации в работе театров и дефектологов, и логопедов, когда родители не знают, что им делать, куда им бежать, кому им задать тот или иной вопрос, когда они перестают понимать, что происходит в учебном процессе. И специалисты не всегда ловят эти тревожные сигналы, поэтому мы обучаем, как увидеть, что что-то не так, как дать родителям, как им протянуть руку помощи, как их направить на правильный путь и вообще понять, что происходит, чтобы родители, испытывающие тревогу, могли действовать конструктивно, а не разрушить тот рабочий альянс, который есть. Мы говорим о рамках и границах, и это был один, наверное, из камней в преткновение, когда мы анализировали работу специалистов. Если специалист не устанавливает четкие границы в взаимодействии с родителями, если меняются сроки работы, цели работы, временные рамки, другие показатели регламента, родители испытывают много тревоги. При этом специалист может не отслеживать эти вещи. Поэтому мы много говорим о стабильности фигуры специалиста, будь то психолог, которых специально учат в этом институте, или будь то логопед или дефектолог. Мы говорим о целеполагании, каким образом специфицировать родительскую цель, каким образом договориться об общей цели. Мы говорим о методике постановки микроцелей, которая предотвращает выгорание. Эмоциональные родители и специалистов, идя к глобальной цели, например, развития речи, во-первых, специалисты и родители могут подразумевать под этим разные вещи. Во-вторых, идя к глобальной цели, специалисты и родители могут забывать, что они уже достигли, не видеть, что они достигли вообще чего-то, и обесценивать и себя, и ребенка, и саму работу. Методика микроцелей, конечно, от этого хорошо защищает. Мы говорим о поддержании мотивации родителей на разном этапе отношения к нарушениям ребенка, на разном этапе работы, как это сделать так, чтобы это действительно работало. Мы говорим о обсуждении результата и возможного завершения работы. И вообще в моменте смены специалиста на разных этапах работы. Все мы живые люди, иногда специалисты меняются, переезжают, меняют место работы. Иногда действительно важно поменять специалиста на каком-то этапе работы с ребенком. И для многих родителей это момент большой тревоги. Как это сделать так, чтобы это прошло гладко, спокойно и для специалиста, и для родителей. Следующий момент, это ситуации, которые повышают риск возникновения конфликта в процессе работы. Мы их разбираем, находим конструктивные пути. Ну и если конфликт уже случился, как из него вырулить, как сделать так, чтобы в результате не было не правых и виноватых, а было конструктивное взаимодействие дальше. Ну и следующий блок, это факторы, повышающие риск профессионального выгорания специалистов. На последнем тренинге мы еще добавили блок, о котором, да вот сюда момент, о котором я не говорю, да, это выгорание родителей. Как специалистам предотвратить именно его. Мы говорим о личностных установках специалистов, которые могут способствовать профессиональному выгоранию. Мы говорим об общественных стереотипах, которые также могут привести к выгоранию. И, наверное, самая горячая тема, это административные ошибки, да, которые также могут приводить к выгоранию специалистов и к достаточно шаткой, тревожной позиции родителей. Ну и как это работает, да, как это устроено внутри. Во-первых, мы сочетаем теоретические блоки, где даем короткую теоретическую информацию и практические упражнения в каждом модуле. Все-таки это тренинг, поэтому практики очень много. Каждая теоретическая позиция сразу подтверждается практическими упражнениями. Мы разбираем множество кейсов. Начинаем мы всегда с кейсов, которые предоставляем сами, да, как учебный такой разбор. И потом мы стараемся привлекать специалистов к тому, чтобы они представляли свои случаи, чтобы мы могли разобрать их на месте, и специалисты могли вот, что называется, взять и сделать. И мы даем информационную поддержку, особенно когда тренинг заканчивается. Говорим о том, где можно посмотреть, где можно почитать, так, чтобы это была действительно конструктивная, интересная, современная информация о работе с семьями детей с РАС, не вдаваясь в какую-то глубокую, углубленную психологическую работу. По отзывам тех специалистов, мы их еще не обобщали, к сожалению. По отзывам тех специалистов, кто проходил тренинг, в процессе прохождения действительно снижалась тревога перед работой с родителями детей с РАС, снижалась тревога и ощущение незащищенности специалистов при работе в образовательной организации. Сейчас это, я бы сказала, распространенное явление. Плюс специалисты получали много информации о разных вариантах действий в процессе работы, начинали менять свою позицию и, естественно, ощущали обратную связь от родителей, положительное подкрепление. Вот таким образом, наверное, на этом я бы и закончила свое сообщение о тренинге. Если есть какие-то вопросы, я хотела ответить. Скажите, пожалуйста, вам нужно как-то записаться? Мы пока не вывели это как отдельный курс, но это в процессе выноса на МАЭС, поэтому я могу сказать, что в рамках курсов для тьютеров в городском психолого-педагогическом центре это есть, в рамках повышения квалификации специалистов по УВЗ это есть. Надо посмотреть еще, куда это успели включить. Но я думаю, будет отдельный курс, поэтому можно будет записаться, следите за новостями в ГППЦ на сайте. Спасибо большое, Наталья Леонидовна. На самом деле это очень важные механизмы, естественно, предотвращение выгорания специалистов, обучения, командной работе, взаимодействия с родителями. И очень важно пользоваться такими возможностями. Кроме всего прочего, также хотела бы напомнить вам, коллеги, не забывайте о важности работы под профессиональной супервизией, потому что действительно работа профессиональная часто не способствует тому, что мы иногда чувствуем себя хорошо. Другой вопрос очень много, когда вы работаете в клинической практике, возникает клинических вопросов и возможность командного обсуждения, наличие супервизора, когда вы можете и в команде коллег обсудить это, и в команде более опытных наставников. И вот такие групповые вещи, когда вы можете подключить тренинговые истории в эту супервизорскую работу, серьезно и качественно улучшают работу с родителями, с детьми, и, соответственно, дают хорошую динамику в программах. Мы продолжаем. И я приглашаю к выступлению Лукьянову Алену Владимировну с докладом «Психологическая помощь семьям, воспитывающим ребенка с судьбой». Добрый день, дорогие коллеги и участники конференции. Мне вот сижу, слушаю, очень приятно, что мы все говорим об одном и том же, очень много единомышленников. С вашим разрешением я уже под конец выступления иду. Я пропущу то, что многие уже знают, многие с этими живут, работают. И, наверное, поделюсь таким опытом. Работаю я психологом в обычной массовой школе 717, которая с 2016 года удостоилась чести быть в черте проекта ресурсная школа. То есть нам поступают такие детки как раз, которые имеют в своей зоологии расстройство аутистического спектра. А сама школа, это северная школа, которая расположена на Войковской. Она была первоисточником школы на данном обучении, которая начинала с помощью своих родителей, усилиями северного округа, департамента образования. Все учителя были как раз мамочками таких деток, которые имели и особенности НОДа, СПР. Уже начинались детки, которые имели аутизм. И что говорить, я защищала свой проект в этой области, когда помогать начинали этим всем. И сейчас продолжаю. Тогда меня интересовали больше, наверное, родители и их братья и сестры. То есть здоровые, у меня типичные детишки после таких первых детей с особенностями было очень много. И вот свои первые образования я защищала именно на основе психологической помощи стиплингам. Теперь есть такая возможность участь в стенах этого института в магистратуре. У меня очень сильно начинает волновать более узкое такое, наверное, психотерапевтическое направление помощи родителям. И не только родителям, как мама, ребенок воспринимается чаще всего, а привлекая внимание пап, бабушек и дедушек, которые зачастую умеют соприкасаться с этим особенным проявлением своего ребеночка, но которые всеми силами, всеми возможностями именно участвуют в развитии этого ребенка. Сейчас я расскажу подробнее, пропуская статистику, которую уже все знают. Сначала это были сильненькие братья и сестер. А теперь мы более широко имеем возможность использовать и привлекать внимание бабушек, дедушек, тети, которые являются главными такими тьютерами в доме уже этих детей. Потому что чаще всего мама с папой стараются уйти на работу, но не даже стараются, а заставляют даже из таких условий, когда надо где-то поучаствовать, где-то заработать что-то. И они дают возможность посидеть с бабушкой, посидеть с тетей. И эмоциональный фон таких помощников и социальной ситуации их развития тоже должна быть. Вопросом у психолога. В нашей школе очень активные и очень прекрасные родители, которые своими усилиями и с помощью нашего руководства школьного смогли открыть два прекрасных автономных класса. Мы с ними уже существуем второй год. Я являюсь таким очевидцем и руководителем этого класса. И работая с детками, мы часто в коридорах, еще где-то соприкасались с родителями. Сначала это были такие моменты интеграции в продленки. Обычная продленка, которая у этих деток есть после учебы, она была, наверное, в том году очень активна. К нам приходили родители, мы играли в обычные игры, которые на основе крокодилы-попуга и очень известны. То есть все практически хайки-блумы-фигры мы прошли, их 178, и мы все поиграли. И нанизывали веревочки, вывешивали на даче бельишко. В такт, в ритм, в кругу мы привлекали таких активных родителей. На данный момент с помощью таких же родителей, они у нас, поскольку такие наши активисты, мы открыли такую коммуникативную группу. Супервизором, да, эта группа была нам всем известна, Терри Берлечи, прекрасный специалист, который пришел нам на помощь тоже, да, благодаря таксинности. И вот с помощью психолога, да, которым я являюсь, и тьютеров активных, мы играем в эти игры. Это происходит один раз. Сейчас я вам расскажу, да, пропущу. Значит, мы играем один раз в неделю. Игра, на самом деле, может быть, она больше похожа, такой, да, носит базу детсадовских игр, да, но чем она нам интересна, тем то, что детки в том году, когда играли на продленочке, продленка не норматипична, не так, как у нас, да, в стереотипе в массовых школах принято. А вот я с вами хочу сказать, это просто игры круг. Кто знает, а я вот, говорю, пропускаю много слайдов, потому что здесь все, да, говорили об играх с карточками, да, об играх и тренингах с родителями. А у нас система круга, да, мы садимся, у нас есть визуальное расписание, которое тоже нам помогает составлять кураторы, дефектологи этого класса. Мы садимся, детки все это прекрасно знают. С ними садится, сначала это был один родитель, потом пришел второй заинтересованный, типа, ой, что-то у вас там такое происходит, дайте-ка, я не буду ждать внизу в коридоре, а приду-ка к вам и посижу с вами, посмотрю. Мы его включаем, ставим просто стульчик и включаем в эту систему круга. И они начинают на обычных тактах, здравствуй, здравствуй, я пришел, передают по кругу колокольчик и тем самым включают в процесс. Все достаточно мило, прекрасно, но когда уже родитель смог прийти и сесть, да, уделить время своим вешеным ритме, вот в эту включенность, в эту атмосферу, то он понимает, как прекрасно, да, можно спокойно сидеть и не показывать никакого не желательного поведения, с которым мы встречались очень часто на протяжении того года, сейчас. И вот руководством психолога, да, еще вот нас курировали девочки из территории речи, мы начинаем такую незамысловатую обычную игру. Это вот как бы, как я говорю, круг, да, приветствие. Потом уже, когда все поздоровались, да, родители, чаще всего не только, вот, были просто участниками со стороны, теперь они выполняют роль студентов, потому что все они у нас очень вовлеченные, мы им помогали в том году, сейчас, и они нас, как бы, да, вот сотрудничают, они, ну, настоящие коррекции не желают бывать в поведении, используют во все возможности. То есть это такие подготовленные родители, некоторые с модулями аботерапии, некоторые просто активные и ищущие, да, вот механизмы работы с такими детками. В поддержных играх здесь как раз на самом психолог старается, да, вот в нашей, да, системе школы, включить родителей, чтобы они поменяли свой эмоциональный фон и свое отношение к ребенку как принятие, да, потому что играть дома иногда не бывает возможности, иногда ребенок этого не хочет. Часто вот мы почему сделали эту уникативную группу, что он говорит, ой, пусть сидит в планшете, мама, да, я пад у нас бывала, да, телефон, потому что не хотелось слышать криков, оров, да и дома, конечно, очень много других, как бы, да, альтернатив, где мама себе может найти применение. А когда она здесь может уделить эти 45 или там даже час надо у нас бывает в лечебном режиме, просто поиграть в тот же самый «свари борщ», «мама, слежь меня медведь», да, не замысловать игрой, когда берешь, ну, какие-то атрибуты играешь в такую, как бы, куклоскаткотерапию. И мама очень открыта, к сожалению, мне бы очень хотелось показать вам элементы видео, может быть, это будет в следующих наших, да, вот в выступлениях и годах. Группа вот только-только, да, вот, потому что детки в том году, да, были первоклассниками, они только начинали, сейчас они вот уже второй месяц группа функционирует, и, ну, видео, как бы, пока еще, ну, нет такого багажа видео, да, начало и конец хотелось бы показать, например, и, ну, нежелание демонстрировать, но эти проекты пока еще есть. Потому что в этой игре, когда я говорю, спускаешься на уровень своего ребенка и участвуешь, да, с тьютерами, с психологом в этой коммуникации, в этой коммуникации рождается, на самом деле, такие открытые моменты, когда мы все это подшлифуем, сделаем, может быть, кому-то интересно, мы поделимся, да, вот как это выглядит со стороны. Но если верить со слов меня, как очевидца, такое раскрепощение, такая открытость, или нам очень безумно повезло, да, и мы имеем в своей выборке такие, семь с такими детками, которые имеют в своей нозологии 8-3, ну, зачастую это 8-2 программа, да, детки, девять детишек, да, с диагнозом 8-2. И там, один ребенок с ЭПР, но с расстройством, да, имеет в своей нозологии расстройство, в частности, спектра. Мы играем, и в этом, на самом деле, рождается такая взаимодействие, где мама просто забывает, что она взрослая, прекрасная девушка, которая пришла сейчас, и ей надо куда-то бежать за вторым ребенком, что-то приготовиться на какой-то семинар, потому что они все у нас обучающиеся, все ищут что-то новое, тоже во всех конференциях активные. И здесь вот она, такой вот повар, который варится своим ребенком, кидая его в свеколку, они переодеваются в смешные, ну, все элементы, да, сказки, терапии, куклотерапии, эти коммуникативные группы дают возможность использовать, да, все это в определенном графике у нас есть, мы деткам это показываем, что сегодня мы там играем в эту группу. Потом это обычные сюжетные жилевые игры, которые переходят, да, на какую-то такую сенсомоторную интеграцию, это они расходятся за столиками, именно мама-ребенок, да, мы даем возможность коммуникатировать им не дома, да, потому что вот дома очень много, но они под руководством тьютера и вот психолога или классного руководителя. И в этих играх используют они китический песок, они засыпают его, они играют с пластилином, гидрогвель, те детки, которые немножко утомляемы, да, они у нас неусидчивые там еще пока что, могут идти вместе со своей мамой. У нас есть такая зона, в которой оборудуется до сих пор, еще лучше будет, надеемся, это, ну, сенсорная комната, где они могут просто полежать и там пощекотаться, поиграться, то есть это такие моменты, которые в рамках нашей школы мы можем делать, ну, такую, как приятную, позитивную ночь, эти более до пятницы, когда они уходят на выходные и еще проигрывают, доигрывают какие-то прекрасные моменты. Есть у нас, я говорю, ребеночек, который ЗПР, и он очень такой считается на уровне всех деток более высокоодаренным, можно так сказать, не уменьшает, да, достоинства других, это настольные игры. Здесь, когда, надеюсь, смогу вам поделиться, он берет какую-то мамочку, потом поиграем там в доминоле в шашки, да, или за люк тьютера, у нас четыре ассистента, да, которые могут прийти в эти группы и поиграть с ними тоже, ну, быть помощью. Они играют вот, да, в каких-то таких, там, Прекспок, я говорю, Алис, у нас даже доминошки вот для этого уровня уже подходят. И обратно мы возвращаемся, то есть мы передыхаем на подушечках, на каких-то блоках, у нас это такая сенсорная зона в задании класса. Пятый блок – это такой обязательный антилогритмические занятия, они сводятся опять в круг, и с помощью там куратора, да, ведущего этой группы, они сводятся там о применении ситуации, что нам было хорошо, что у них хорошо, родители всегда, да, да, вот уже на протяжении сколько идут занятия, вот две мамочки, они становятся у нас такими активными, и они благодарят, что с позитивным настроением они уходят на выходные, что обязательно будут играть в эти игры, проигрывать, потому что каждый уровень, да, вот уже два месяца мы добавляем по одной игре и заменяем, видим, какая игра лидирует, какая не лидирует, и они уходят, и мы говорим, продолжайте, пожалуйста, думать, чтобы вы играли, чтобы вы взаимодействовали. И чаще в понедельных встречах они говорят, да, это коммуникация, спасибо, что дали нам подсказку. Вроде все так легко, но когда тебе это сказали, ну, со стороны, что это помогает, то как такая панацея, они ее принимают, и вот очень-очень активно такой проект у нас существует. А с целью дальше, вот я говорила, что есть братья и сестр, да, очень большой спектр, да, вот желаний у наших, потому что открываются новые горизонты, и для тетей мы ставим таким сигналом, потому что в наших классах именно, как это сказать, ну, вот мама, да, есть, и есть ее сестра, и она, ну, просто мы о своих, как бы пока что переживаем, надеемся, мы это опробируем, и на потом. И вот эти тети тоже приходят, ой, мне быстрее бы забежать, бы еще бы к своей семье убежать. Мы говорим, давайте-ка вы задержитесь на 40 минут и немножечко поиграть, побудете вот таким ребенком, спуститесь на его ступень, а он тем самым поднится к вам на эту ступень. Вот было бы хорошо бы такую, да, вот, посмотреть в выборку. Папа – это наше все. Честно вам могу сказать, папа очень у нас хороший, активный, но они пока наши руки такие, да, что-то помочь это сделать. Поиграть они к нам пока еще не заходили, но мы надеемся, что это будет. Мы, ну, именно психологическая помощь в том, что мы открыто, они видят это, они чувствуют это, они, ну, согласны тому, что это хорошо. Видя улыбки детей, которые спускаются по лестнице, не хотят, уходить на выходные после тяжелых пяти дней на неделю. Ну, видя, наверное, то, что мы выдумываем что-то, да, мы не останавливаемся, мы играем, обучаем, да, и учимся, играем, ну, с помощью всех этих подкреплений. Мы надеемся, что наши вот эти выборки будут расширяться, мы будем думать разной модификацией, но пока вот такой опыт в ресурсной школе, да, надеемся, что он кому-то будет приятен, потом мы будем с вами делиться еще больше, еще лучше. Наверное, так. И специалист, да, должен найти эти ресурсы и привлекать, заманивать к себе, помогать. Но пока вот такая коммуникативная группа нам очень помогла в раскрепощении, в помощи своим детишкам и родителям. Спасибо большое, Алена Владимировна. Как замечательно, что мы на самом деле все по одной парадигме и лейтмотивам дополняем друг друга. И сейчас я бы хотела пригласить следующего докладчика, боюсь, может быть, перебрать с удовольствием Валентина Константиновна Тогулеву. Тогулеву, прошу прощения. Современные методы коррекции избирательного пищевого поведения детей с расстройством аунистического спектра. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Мы сегодня с вами уже так в середине дня. Вот. Я думаю, что часть из вас устала, но я сейчас попробую вас посбодрить, потому что я очень бодрая девушка. Вот. И немножечко вам расскажу про современные методы коррекции избирательного пищевого поведения в детей с расстройствами аунистического спектра. И что же мы, корректируя поведение, можем дать семье, с которой работаем. Это моя тема вообще-то. И так сложилось в жизни, что мне этой темой пришлось заниматься самой, потому что мой ребенок совершенно не ел. По счастью, я поступила в МГППУ на второе высшее образование и сказала своему руководству, что мне интересна эта тема. И руководство мне ответило, у нас таких еще не было, ну давай попробуем. И мы стали пробовать, и у нас стало очень здорово получаться. И когда я уже закончила обучение, ну, по второму высшему, сейчас я в МГППУ на третьем уже учусь, я стала продолжать консультировать родителей по этим темам. И стало получаться очень здорово. Я вот вынесла вам какие-то основы для того, что если вы сталкиваетесь с избирательным пищевым поведением, чтобы вы понимали, как можно начать работать. Давайте разберемся, да, что такое вообще пищевое поведение, когда оно у нас есть, и какое оно правильное. Это набор продуктов, которые мы едим, причины, по которым мы едим, и режим потребления пищи. Обратите внимание здесь на причины, хочу подчеркнуть, потому что у нас, к сожалению, детки с расстройствами аутистического спектра часто едят не по тем причинам, что они голодны. Они часто имеют пищевые подкрепления, это неплохо, да, но тогда получается, что их причина потребления пищи меняется. Это влияет в дальнейшем на то, как они будут есть в течение дня. И вот совершенно на слайде представлены все виды поведения и особенности поведения, которые могут быть в связи с расстройствами аутистического спектра в случае, если они избирательны в еде. Вы видите, что здесь пищевая неофобия представлена, когда ребенок просто не пробует новые продукты, не вводит их в рацион. Здесь есть агрессия, истерика во время питания, про которую уже упоминалось, да, в качестве там поведенческих подходов. Долгое жевание, отсутствие еды за щекой. Спрошу у вас, коллеги, как вы думаете, сколько это долгое жевание? Какие есть мысли на этот счет? Полдня, я поняла, о чем вы говорите. Да, есть детки, которые оставляют кусочек пищи, и он там, это стимуляция уже начинается, да, но это не совсем питание. На самом деле, для того, чтобы мы определили, что такое долгое жевание, это 40 минут. Ребенок может 40 минут есть пищу, да, сжевать вот этот вот свой кусочек пищи. То есть и это присутствует, это действительно расстройство аутистического спектра. Переедание, недоедание, мы видим либо слишком стучных детей, да, которые могут иметь склонность к оживению, либо очень худых, структильных таких детей, да. А также тропливая еда и проблемы желудочно-кишечного тракта. Обратите внимание, плохой аппетит у 6% детей. То есть очень редко избирательное пищевое употребление связано с аппетитом. И вот, когда я писала диссертацию, мы провели исследование, у нас получилась очень большая выборка, и к нам пришли даже люди, у которых нет диагноза расстройства аутистического спектра, но есть другие диагнозы с инвалидностью, которые в случае плохой аппетит, можно мы поучаствуем тоже в исследовании. И у нас набралась большая выборка, по которой мы видели, но здесь только про детей с расстройством аутистического спектра, что нам нужно определиться все-таки, какие критерии у нас для того, чтобы отнести ребенка к той или иной группе. Нам уже бить тревогу или он плохо ест. Иногда, когда я считаю специалистам лекции, они говорят, ну вот он просто такой же, как обычный ребенок, отказывается там от чего-то, мы не можем его категоризировать. Вот мы можем на самом деле сегодня с вами категоризировать, я вам эти категории сейчас выскажусь, поделюсь. Значит, пограничное пищевое поведение от 6 до 21 продукта питания наименований, патологическое пищевое поведение 5 и менее продукта. 5 и менее. У меня есть такие детки в консультанте, которые вот так плохо кушают. Соответственно, для того, чтобы нам поставить диагноз избирательное пищевое поведение, ребенок обязательно должен вычеркивать одну или несколько групп продуктов. Если ребеночек у нас ест по одному два продукта из каждой группы, то в России есть такой термин «малаешки». В Америке есть другой термин, то есть «пики итерс», придирчивые едоки. То есть в принципе он не избирательный, он придирчив очень, но с ним тоже можно работать по тем же технологиям. Показатели. Итак, бежим к врачам, а врачи у нас что видят? Они видят, что у нейротипичных детей всего 25% такого поведения может быть. И если у нас сравнить выбор у нейротипичных детей и наших деток с диагнозом расстройства аутистического спектра, мы поймем, что это мало. Эти дети расслаиваются среди населения и часто специалисты не знают, как ему помочь этому ребеночку, который пришел. И вот то, что говорили коллеги, часто вписывают, ну у него же аутизм, хорошо, что картошку ест. И отправляют маму дальше, есть картошку. Поэтому нужно понимать, что избирательное пищевое поведение не всегда связано с аутизмом. Мы видели там на слайде есть ритуалы. Да, они могут сопровождать прием пищ, и они могут быть вызваны аутистическим спектром. Но основа избирательного пищевого поведения обычно в другом. Давайте с вами разберемся в чем. Посмотрите на слайд, я понимаю, что видно плохо, да, наверное. Плохо? Давайте это я озвучу. Это сопутствующие коморбидные расстройства к избирательному пищевому поведению, да. Мы уже с вами разобрали, что оно есть пограничное и патологическое, но сенсорные особенности. Около 60% детей будут иметь сенсорные особенности с диагнозом РАС и избирательным пищевым поведением. Проблема ЖКТ. Как вы думаете, на вскидку, сколько процентов будет у нашей выборки проблем с ЖКТ? 81. Хорошая цифра. 57% в нашей русскоязычной выборке. Да, коллеги зарубежные говорят, что 670% этот процент растет. Мы старались, чтобы у нас разные дети пришли, поэтому у нас, возможно, получилось меньше. Соответственно, поедание несъедобного. Огромная проблема. Коллеги, если у вас ребеночек ест несъедобный, на это надо обратить внимание, потому что это может вести к тяжелым отравлениям, да. В Америке есть два случая зафиксированных в смерти. Ребенок поел краску с волосами и, в общем-то, да, это ужасно. Поэтому на поедание несъедобного надо обращать внимание, но обычно мы встречаем всего 10% среди наших детей с такой проблемой. Аллергии. Аллергии, кстати, не так критичны, да, хотя часто родители обращают наше внимание на аллергии, но такой вот стильной разницы между аллергиками среди нейротипичных детей и аллергиками среди наших детей нет. Питьевой рацион. Как вы думаете, сколько детей с расстройствами аутистического спектра и избирательным вещевым поведением останутся на питьевом рационе? Блондированная пища, перетертая пища, которая не требует жевания. Еле вы знаете, да? 10%. 10%. Обычно у них очень сильная неофобия, очень усугублено все остальное, и проблем там будет масса помимо питьевого рациона. Просто на такие нюансы можно обратить внимание, что, скорее всего, семья не получает достаточной помощи и не живет комфортно для себя. Просьбы все перечислили, да, и специфические модели родительского поведения их обязательно нужно учитывать, потому что они у нас будут присутствовать в большинстве случаев. Если родитель хорошо настроен на то, чтобы с вами сотрудничать, он обязательно скажет, да, какие варианты поведения родителей. Он обязательно скажет честно, один родитель держит, другой корм. Мы используем насильственное кормление. И когда он это сказал, все, всем сразу стало легче, да, потому что родитель высказался, мы приняли его, ничего страшного в этом нет, обычно все родители пробуют эту схему. Накормить целиком, накормить хоть как-нибудь. Обратите внимание на слайде проблемы ЖКТ и обратите внимание на последние два пункта. Ночные пробуждения, необъяснимое раздражение. Вообще оно ежедневное необъяснимое раздражение. И зачастую, если проблемы ЖКТ решаются, вдруг оказывается, что ребенок может спать, ребенок может быть не таким раздраженным. И начинается вообще совершенно другая жизнь. И для того, чтобы выявить, есть ли проблема ЖКТ в нашей выборке, мы использовали индекс тяжести ЖКТ. Это не наша разработка, мы его просто перевели, адаптировали под нашу действительность. Мы посоветовали с кастроэнтерологом по нему, может ли родитель его запомнить. Индекс тяжести ЖКТ заполняет родитель и по баллам, которые он набирает, нам понятно, какая помощь ему требуется. Максимум это можно набрать 15 баллов. И строитель набрал от 7 до 15 баллов. Ему необходимо всестороннее обследование в области ЖКТ. И нам потребуется в команду кастроэнтеролог обязательно, может быть кастроэнтеролог, диетолог. Ну, в общем, набор специалистов будет варьироваться в зависимости от ситуации с ребенком. Если же от 4 до 7 баллов, то мы условно считаем, благодаря специалистам американцам, мы условно считаем, что ребенок может идти в коррекцию. То есть нам ничего не мешает. Но иногда мешает. Иногда бывает такая ситуация, что ребенок набрал 4 балла, но если 4 балла, у него забор, и он ходит в туалет один раз в неделю. Вот тут никакая коррекция наша не пойдет, пока мы эту проблему. Очень такой деликатный, да, но я разговариваю про все, пока мы эту проблему не решим. Смотрите, это современные исследования связи ЖКТ-РАС. Их сейчас много, но я вот выделила 4 основных группы. Первая группа ученых устанавливает связь между пищевым поведением, нежелательным поведением, проблемами с основным состоянием ЖКТ. То есть напрямую связь, да, пищевое поведение, все это на сон, на еду и состояние у всех подростков РАС. Ищут причины тяжести проявления РАС в наличии тех или иных симптомов ЖКТ. Есть такой вывод, и он подтверждается несколькими группами у ученых. Чем тяжелее проявлено РАС, тем больше проблем ЖКТ мы найдем. Вот так вот корренирует у нас стат. Третья группа ученых ищут связь между неприносимостями, в том числе глютенокозеина, и наличием РАС или его тяжести. И четвертая группа ученых исследует влияние всех или иных препаратов для нормализации функций ЖКТ на улучшение, снижение проявлений симптоматики, связанной с РАС. То есть манипулируя желудочно-кишечным трактом, пытаемся снизить симптомы настройство аутистического спектра. Едем дальше. Что изучают в области добавок? Питания, витаминов. На слайде все представлено. Мы, к сожалению, ограничены временем, хотя мне его выделили больше, чем другим. Я безумно счастлива, потому что постараюсь вам это показать. Но тем не менее, это такие основные исследования, которые сейчас проводятся. У нас в стране таких исследований чрезвычайно мало, но зарубежные коллеги, они эти исследования проводят, делятся опытом. То есть вы видите и пребиотики, и железо, и цин, и витамины, в том числе Д, и библютенную без козийного диета. Итак, вот есть большое исследование, оно переведено фондом «Выход», переведено очень качественно, коллеги обрекватывали внимание. Не обнаружено влияние диеты без глютенной козийной симптомы аутизма. Было двойное плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого Семьи находились в очень долгой коррекции. У них был АБА-терапист, у них был кураток. Они занимались по программам АБА и придерживались строгой безблютеновой и безказиновой диеты. Затем производитель сделал два абсолютно знаковых набора еды. Одна еда не содержала блютена и казина, вторая была с блютеном и казином, но выглядела внешне абсолютно идентично. И через день поставщик поставлял эти продукты в двойном процессе контролирования исследования, группа ученых не знала, кто какие продукты получает, и родители не знали, кто какие продукты получает. Забегая вперед, вы видите, что вроде бы не обнаружено влияние диеты, но я хочу вам рассказать про другое, чтобы вы понимали, почему это исследование нам очень важно. Когда исследование началось, когда уже поставщик стал поставлять продукты, одна мама обнаружила, что у ее ребенка начало ухудшаться поведение, и она зафиксировала, у них там было шесть раз в день, и у нее нежелательное поведение. Она зафиксировала, что нежелательное поведение увеличилось до сорока раз в день. Она была страшно стревожна, и она поняла, что они точно, стопроцентно получают глютеном и казин, и попросила снять их со следования. В Америке такая жесткая система, если ты со следования снимаешься, то ты попадаешь в черный список, и тебе другие следования могут не подложить. Ну, в общем, дважды ее спросили, да, а точно ли она хочет сняться со следования. Она сказала, да, у нас ужасное поведение, у нас все ухудшает в той жизни, давайте откроем конверт. Они открывают конверт и видят, что ребенок получает безглютеновое и безказиновое питание. Почему нам это важно? Если мама встревожена, если у мамы нет ресурса, ребенок, не зная, как ее поддержать, да, там невербальный ребенок, или имеющий плохой педагог, он поддерживает так, как он может, да, и он маму поддержал полностью. Поэтому нам важно, чтобы родитель был в хорошем состоянии, чтобы он был нашим помощником, да, вот в пути реабилитации, обучения, коррекции ребенка с расстройствами эстетического спектра. Я хочу обратить ваше внимание на пробиотики. Мы прям два слова скажем про них. Все знают, что пробиотики, обычно родители мне говорят, что пробиотики есть в МНЛе. Чудесно? Вот, обычно специалисты знают, что их там 10 в 7-й, то есть ни о чем. Но вот интересное исследование пробиотики, 8 из 10 детей улучшили показания по, почему, а тут написано, почему, по поведению и коммуникации, принимая пробиотики долгим курсом. 8 из 10, это огромный процент, да, помощи, которая случилась, и которая получилась, собственно говоря. Вот, и такое исследование есть, а чуть-чуть позже на слайде будет понятно, почему дети так улучшались. Поэтому мы с вами продолжаем разговор, и вот про цинк обычно спрашивают. Сейчас есть абсолютно новое исследование, оно вышло в этом месяце, и если кто-то вчера слушал Татьяну Александровну Строганову, она очень много базы дала, для того, чтобы было понятно, отсутствие цинка во время раннего развития может способствовать аутизму вследствие нарушения синаптического созревания и образования нейронных сетей. И напрямую связаны, не связаны, 100%, пока не знаем, но знаем, что связь есть, да. И сейчас я вам покажу, вот, собственно говоря, основа основ, почему пробиотики помогли детям с расстройствами аутистического спектра. Обратите внимание, прекрасный, если кто-то будет интересоваться этой темой дальше, прекрасный исследователь Ричард Фрай, он продолжает тему аутизму, у него более 80 открытых исследований и публикаций, и вот они выявили, что дети, имеющие диагноз расстройства аутистического спектра, всегда имеют аномальный кишечный микробиом, атипичный, не такой, как у норматипичных детей. И дальше они были выделены в две группы детей, дети, имеющие регрессивный тип аутизма, скорее всего, вы часто в практике встречаете родители, которые говорят, что ребенок хорошо развивался, там, до 18 месяцев, до 12 месяцев, потом что-то случилось, и все пошло не так. И дети, у которых симптомы желудочно-кишечных заболеваний появились до или прямо во время манифестации аутизма. Вот приходят на консультацию родители, и они говорят, что всегда был избирательным, плохо набирал вес, полирмоты фонтаном, был запором, сменялся понос. А потом нам диагностировали аутизм. Это вот эта группа детей. Для них должен быть разработан протокол коррекции, учитывая вот этот вот атипичный микробиом обязательно. Им очень хорошо можно помогать, если разобраться с их желудочно-кишечным трактом. То есть если вот в команду вы возьмете гастроэнтеролога, и он вам поможет с этим определиться, это будет здорово. И теперь мы, собственно говоря, переходим к такой важной теме, а как же помочь? Как помочь? Давайте определимся, есть ли проблема. Да, проблема есть. А есть ли запрос от родителей? Если запрос от родителей нет, то помощь не получится нам осуществлять. Всегда специалисты говорят, у меня есть ребенок, он ничего не ест, он на вещевых подкреплениях, он совсем не едет, он не ходит в туалет, давайте мы ему как-то поможем. А что говорит мама? А что говорит папа? Если мама и папа ничего не говорят, если они говорят, у нас папа плохо ел, у нас вообще все в семье плохо едят, мы вообще не настроены это решать, как-нибудь перерастет, вы помочь не сможете. Да? И тут главное, ваша будет помощь дождаться, когда родители дозреют, потому что проблемы эти дети все-таки есть. Прошу прощения, когда много говорю, много пью. Второй шаг. Категоризировать степень пищевого поведения. Зачем нам это нужно? Нам нужно вообще понимать, от чего мы идем. То есть он патологический или он все-таки малоежка, но нам нужно ему помочь, потому что он там ест одну курицу, приготовленную вот таким образом, ничего другого из белков не ест, и нам кажется, что это плохо. И маме так кажется. И мама пришла к нам с запросом. То есть по категориям ничего не вычеркивает. Все категории есть. Но вот что-то не так. Вес набирает плохо, и есть какое-то поведение плохое, или есть проблемы с ЖКТ. То есть определить, откуда идем, потому что вот коллеги об этом говорили, это микроцели, да. Иногда шли от такого, а потом мама говорит, что-то ничего не получается. Смотрим видео, оказывается, все замечательно, все получилось, а просто вот в этой рутине, да, нет возможности отсмотреть в какой-то момент, отфиксировать его, что он есть. Обязательно зафиксируйте, какие трудности есть у ребенка. С чем еще будем работать, да. Если это не учтем на входе, в какой-то момент эти трудности могут очень сильно, как бы нам подорвать, да, наш план, и очень сильно подорвать мамин надежды. Поэтому все должно быть вот так вот зафиксировано. Обратите внимание, всегда, если мы дефектологи, если мы не имеем медицинского образования, нам необходима помощь профильных специалистов. Для того, чтобы вот уже звучала сегодня очень близкая мне тема, у ребенка непроходимость, да, а ему, говорят, это аутизм. Вот чтобы такого не было, ребенок должен быть обследован. Есть еще такие статистические данные. Если ребенок принимает препараты, назначенные психиатром ему, для помощи, да, то он должен раз в полгода посещать эндокринолога, гастроэнтеролога. То есть обязательно, да, нужно работать, создавать команду здесь. Командная работа нам нужна, мы без нее не справимся. И мы разрабатываем стратегию. Мы понимаем, что ребенок условно здоров, да, по нашей симптоматике. Разрабатываем стратегию коррекции пищевого поведения. Обязательно учитывая родительский фактор. Я уже про это говорила, да, но надо понимать, что поведение сформировалось не за одну минуту, оно какое-то время существовало. И вот так получается, что с избирательным пищевым поведением мы работаем через родителя. Мы напрямую, даже если мы возьмем ребенка и покормим его на сессии, в другой обстановке, не знаем, что он это поведение перенесет домой. Нужно понять, какая обстановка. В доступе ли у ребенка сок круглосуточный, есть ли у него доступ к печенью, потому что он плохо ел, чтобы он съел хоть что-нибудь. Если все это происходит, то это нужно корректировать. Это будет корректировать родителей с вашей помощью. Да, то есть здесь должно быть стопроцентное доверие и стопроцентная нацеленность родителя менять свое поведение. У меня есть опросник, который я использую для передачи вам процентации, и там есть пункт «Менять свое поведение, вербовать сторонников среди взрослого в окружении ребенка». Это важный пункт. Если мама их не ставит, смысла нет как бы работать, если мама рассчитывает только на вас. Работаем со специфическими поведениями, а вы, пожалуйста, наслаждайтесь картинками, которые я для вас подобрала, чтобы вам было немножечко красиво. И вот смотрите, я, когда мы писали диссертацию, когда мы начали первых ребят консультировать, у нас был еще доступ к узкоспециализированным специалистам, мы разработали вот такой подход. Все нужно использовать. Все пригодится. Поэтому я училась у Эрти, я училась на Тирфлор Тайм, я училась на запуске речи, чтобы вот понять, как нам вообще эту проблему решить со всех сторон. Если у вас есть команда специалистов в центре, супер, тогда мы их всех берем и всех начинаем учить и правильно работать. Есть вот такой протокол. Скажите, пожалуйста, поднимите руки, кто с этим протоколом встречался? Отлично. Ну, меньше, чем обычно. Обычно вот прям так, чуть ли не 90% аудитории встречались с этим протоколом. Прекрасный протокол. Была статья, это, конечно, поведенческие тераписты нам подарили этот протокол, американцы. Она была очень быстро переведена на русский язык. Этот протокол попал в широкий доступ. И вот часто мне говорят родители, мы его пробовали, и наш терапистик его пробовал, и не пошло. То есть мы где-то, где-то вот тут вот затыкаемся, да, обычно, вот либо здесь, либо здесь. Ну, как-то. Доесть еду мы не доходим. Я расскажу случай в собственной практике буквально за минуту. Ко мне обратился целый центр, который осуществляет, ну, в регионе, хороший центр, мы очень на хорошем счету. И у них выявилось, что там из 15 детей, которые ходят на постоянном основе, 14 имеют избирательное пищевое поведение. Они все как провели по этому протоколу, и все они застряли на лизать еду. Да? То есть вот лизать еду может, ну, там вот, да, облизнуть. Есть не может. Но они попросили консультацию, мы дистанционно связались, стали консультировать. Не могу понять, что происходит, все рассказывают, все правильно делают, все хорошо. И тут я спрашиваю, а на каких поощрениях находится ребенок? Они говорят, а все дети находятся на пищевых подкреплениях. Я спрашиваю, а что он получает, если он лижет еду? Они говорят, а он получает ММДС. А что он получает, если он сыграет сортер? Он получает ММДС. А что он получает? И у ребенка один ММДС. Я говорю, ребят, вот как бы вы обратитесь к Юлию, пожалуйста. Эртс, потому что нужно провести стимулы, да? А посмотреть, на что вообще реагирует ребенок, расширить эту базу стимул. Невозможно по этому протоколу идти, если у вас пищевое подкрепление. А пробовали они яблочко кушать? То есть яблочко никто не будет кушать за ММДС. Если он сейчас соберет сортер, и через минуту у него, то как есть ММДС? То есть, как бы, чтобы двигаться в таком протоколе, у ребенка должно быть много поощрений. Он должен много всего хотеть. И вы должны уметь манипулировать за своими поощрениями. Поощрение за еду не может даваться за что-то еще. Да, вот многие работают по тренингу стабилизации, да, горшочных дел. Там обычно очень четкий, самый яркий стимул, самое яркое поощрение дается за горшок. Вот так же и тут. Еда – очень сложный процесс. Если вдруг решились, то надо много поощрений иметь, иметь какое-то ключевое поощрение. На картинке представлены варианты диссентабилизации. Это вот как раз работа по самому этому протоколу, который только что я вам показывала. Вот ребенок трогает пальчиком, вот он лижет, вот он там кушает, да. Вот так это происходит. Если происходит. Систематическая диссентабилизация. Но чтобы вообще с ребенком заниматься, иногда бывают дети, которых рвет от вида еды, которую они не едят, которые не могут потрогать еду и убрать ее с тарелки. У него такая сильная чувствительность в руках. Тогда мы должны ввести систематическую диссентабилизацию, чтобы эту чувствительность чуть-чуть понизлить. Чтобы ребенок мог хотя бы видеть еду, которую он не ест, чтобы у него не было рвотных позывов. И уж тем более, если ребенок рвет от вида еды, мы не сможем его кормить. Потому что мы приведем ребенка к рвоте постоянной, подкрепленной психически. И тогда будем решать еще более сложный вопрос. И опять немножко картиночек. Какая может диссентабилизация, чтобы это не было только в помещении, только в каком-то одном аспекте. Она очень разная у нас может быть, и мы ее можем все использовать. С очень чутким родителем у вас это точно получится. систематическая диссентабилизация, которая поможет вам, если вы уже начали, это игры с заменителем еды. От них просто прийти к настоящей еде. Если вы используете настоящую еду, апельсины, бананы, там все остальное, еда должна быть не холодной, не горячей, не мокрой, ну то есть такой нормальной комнатной температуры, чтобы она не вызывала лишнего напряжения у ребенка, и чтобы не использовалась энергия ребенка, которая нам нужна, на вот то, чтобы он сдерживал себя и мог пробовать передумку. Мы работаем с артом, и работаем с зубами, и здесь нам помогут родители, и нам помогут логопеды, если они у нас есть в команде. Вот, это все сделает качественно и очень продуктивно. Опять немножечко картиночек, это картинки представлены, в Америке есть такая профессия фуд-терапист, у нас этой профессии нет, и аналога пока что нет, это настоящие практикующие фуд-тераписты, которые выкладывают кусочки своих сессий, о том, как они проводят вот эту самую терапию. Фуд-терапист, пищевой терапист, который вычит ребенка, есть, ну, иногда взрослых, которые страдали. Опять же, варианты десенсибилизации в игровой форме, в какой-то форме, когда мы готовим вместе с ребенком, когда мы чистим зубки, пробуем разные конфетки или замороженные, фруктики, ягодки, что-то такое, если ребенок это любит, это все может использоваться. Обратите внимание, здесь использована еда, да, ну, понятно, что не финальная, не ту, которая может быть можно есть, но иногда тоже нужна еда, которую можно есть, если ребенок пробует, ну, ест несъедобно или пробует мусоринги с пола. Еще не едим, но жизненно сабилизируемся. Привлечение сиблинга очень интересная тема вообще и в диссертацию так получилось, попало два ребенка, у которых были сиблинги, и там мы использовали очень простую систему, сиблинги были младше, мы предложили маме кормить сиблинга в комнате, где играет ребенок, с доступом ко всем игрушкам, и мы сиблинга постепенно подвигали ближе к ребенку, чтобы ребенка именно дистанцибилизировать к виду и запаху еды, которую он не употребляет. Это, кстати, очень хорошая стратегия принесла очень быстрые результаты и неожиданно для нас. Поэтому тоже можно это делать. Смотрите, то, что родители часто не любят почему-то, но тем не менее это необходимо. На каком-то этапе нужно ввести четкий прием пищи. Если ребенок у вас перекусил бананом, вот есть у меня такой случай в практике, возвращаются с коррекционного занятия, дают ему банан в дороге, приходят, а дома приготовлен полный ужин. Ребенок ужин не ест, он маленький, у него маленький желудок, и он не будет есть ужин ни при каких обстоятельствах, если он ел огромный банан. Это нужно учитывать. Должны быть приемы пищи четко расписаны в течение дня. Четко родители должны понимать, какое пищевое поощрение можно использовать, какое насыщает, какое не насыщает, какой доступ к напиткам. Если ребенок постоянно пьет сок, он, скорее всего, не будет голоден, чтобы попробовать новую пищу или уж тем более расширять рацион. Если расширяем рацион, если создаем протоколы, то мы их используем для дома, для садика, для похода в бабушки, в гости, в ресторан, на детский праздник. Очень важно наладить отношения с детским садиком или школой, чтобы они придерживались этого, чтобы вам хотелось вам помочь. Тоже немножко картина, как-то вот видите, справа представлена тарелка, она очень удобная, но, к сожалению, мне пока не удалось такого купить. Когда ребенок видит старт и финиш своей еды, и он знает, что, потребляя одну с другой едой, он получит предпочитаемое. А вот эта тарелка, которая представлена слева у вас, там вводимый продукт это огурцы и горошек, уже на хорошем этапе ребенок, и вот он смотрит, много ли там огурцов, проверяет, много ли огурцов ему надо съесть, чтобы двигаться дальше. Очень такие характерные картинки. Презентация еды. Есть детки-визуалы, которые просто идут на этом прекрасно и просто чудесные результаты дают именно в презентации еды. И тогда, конечно, это можно использовать. И тогда, конечно, это такой, ну, достаточно простой вариант, который мы можем использовать. Слева на картинке представлена коробка, кто занимается рукоделием, он знает, что это коробка для житья, которую сделала мама, которая была вынуждена два с половиной часа каждый день возить своего ребенка в школу. И он бедный, да, это такая была история, и он бедный должен был все время жевать, все время жевать, жевать, жевать. И она вот, я ее сюда тоже поместила, чтобы было понятно, насколько родители вообще, они интеллектуалы, они могут придумать очень много всего для того, чтобы решить какой-то свой конкретный вопрос. Это гениально. Он открывает коробку. Понятно, что много нездоровой пищи. Понятно, что есть определенная тяга, хруст, туда у ребенка. Но он открывает коробку и он едет в школу за образование. Вот, поэтому это тоже такой вариант, когда мы гордимся родителями. Вот, и, соответственно, презентация еды говорила уже, что это очень простой вопрос. Команда. Команда, команда, команда. Я большой фанат командной игры по всем. Бывает ситуация, когда команда сидят родители. У меня есть такой родитель, у которого главный врач и криптолог. Я написала письмо попросил предать эпилептологу. И эпилептолог у меня ответил на мою электронную почту. У нас завязалась переписка и у нас есть команда по главе с эпилептологом. Чудесно, это отразитель очень сильно зависит, но это можно сделать. Да, есть истории, когда гастронтеролог тоже нас курирует, дистанционно или удаленно, потому что сейчас детки у меня в разных странах живут. И давайте посмотрим. в собственной моей практике я не стала приводить вам примеры американской статистики, я решила вас впечатлить, о каких результатах говорят родители детей с расстройствами амортистического спектра и избирательным пищевым поведением, которые уже решили этот вопрос. Они отмечают, если вдруг сзади не видно, я сейчас вам прокомментирую. Они отмечают, что налаживается сон ребенка. То есть у нас был опыт, когда мы наладили пищевое поведение, ребенок пошел в садик, а до этого он ходил на 3 часа, ну в 9.30 приходил, потому что заканчивался завтрак, и в 12 уходил перед обедом. Он пошел в садик, он стал есть, стал спать. Улучшилось состояние ЖКТ, кожи, слизистых, заболевания вирусные, ротовирусные и вот другие инфекции ЖКТ часто снижаются. Изменим показания веса ребенка. Это очень актуально для маловесных детей, но у меня чуть-чуть есть опыт, когда два ребенка у нас похудели, потому что был индекс такой, что это уже ожирение. То есть там был запрос на другую коррекцию. Как заменить вот эти бесконечные перекусы, потому что ребенок ест 7 раз в день и ест очень калорийно. Учебное заведение в большем объеме, улучшилось жизнь семьи, улучшилось внутрисемейное отношение между мамой и папой. Это всегда чудесно. И наладится соотношение со старшим поколением. Я всегда говорю маме, если вдруг были конфликты с бабушкой, только он начал есть котлеты, гречку, я говорю, отлично, отправляем его к бабушке. И бабушку просим готовить котлеты и гречку. И вот отлично налаживается отношение. Бабушка принимает ребенка, внука на каникулы, мама с папой имеют возможность продолжать налаживать свои внутрисемейные отношения. И все так, вот знаете, хорошо прям. И улучшилась обучаемость внимания и сосредоточенность. То есть вот про это очень здорово всегда получается общение, что он сегодня присоединился к деткам, он сегодня занимался, он сегодня сделал вот это и то, и это здорово. Собственно говоря, мои контакты, мои соцсети, там есть статьи. И если какого-то заинтересовал индекс ТАЖС ЖКТ, на странице в Фейсбуке его можно скачать, и можно скачать, ну, такую рекомендацию, как им пользоваться. Коллеги, когда вы закончите фотографировать, я готова ответить на ваши вопросы. Можно вопрос. Вы только говорите о команде, о специалистах, которые работают. Есть ли у вас специалисты, кто занимался в официальной ассиопатии, либо, каком-то, унитарную убью, и уничтожал при статике кишечнице? У нас есть две мамы, которые работают со ассиопатами, это их личная инициатива. Нет, это ваша команда. Нет, это наша команда. Спасибо, Даня. Спасибо. 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 Как вы, как у вас, кто-то, нарезает часть информации, которая, кто-то говорил, за и против, керитарианства. Да, мы, как бы, я сама, ну, как бы, не сторонник керитарианства, по той причине, что ребенок с аутизмом должен получать белки, аминокислоты, определенные аминокислоты. У нас есть, условно заменяемая аминокислота, которую мы можем ввести, но дополнительно, есть незаменяемая. Но, вообще, у меня в практике есть два случая. В одном случае девочка, она с аутистикоподобным поведением, но это не аутизм, у нее синдромальная форма. Им пришлось вычеркнуть мясо в шесть месяцев, потому что ее симптомы указывали за наличие фенилкетонурии, но по диагнозам она не проходила на этот анализ. И, вычеркнув мясо, полностью переведя ее на строго вегетарианство, мама услышала, увидела, извиняюсь, увидела потрясающие результаты. Они ко мне пришли уже с готовым планом питания, им нужна была другая консультация. Но такой опыт я видела. Ребенок хорошо развивается, хорошо берет все необходимые знания, хотя ей в раннем возрасте сначала поставлены за аутизмом, потом он сомнился. Не потому что он, а потому что практика выставления это другая страна, это вообще не Российская Федерация, и даже не странная СНГ, это другая страна. Вот так вот и получилось, так сложилась эта история. Есть сейчас ребенок из Германии, у него первозаписленное расстройство развития, сейчас официальный дакт, что мы на две недели назад получим. Да, потребляя белки, он показывает очень сильное количество демонтирует истерик, он не может быть здесь и сейчас, он не сосредоточен на маме, он даже не может, я вот извиняюсь, он не может стереотипным поведением себя успокоить. Он начинает, согласно стереотипным поведением, падает на пол и кричит. Там сейчас, я надеюсь, что немецкие медики подключатся, потому что очень сложный такой случай. И вот там мама тоже сама приняла решение убрать белки растительного происхождения для того, чтобы как бы решить этот вопрос. Количество поведения этих приступов, оно снизилось, но не ушло. Поэтому мы не можем фиксировать, что это связано с белками, потому что обычно убирают белки и начинают резко менять весь рацион. То есть оперировать сахарами, еще чем-то, еще чем-то. Важное добавление. Вот про бисклютаново-бисказиновую диету не возникло ни у кого вопросов, а вообще-то тема-то интересная. Еще минутку, Елена Вячеславовна Макоза, или остальные. Вот смотрите, про бисклютаново-бисказиновую диету. Самое большое количество родителей, которые пробуют эту диету, это страны восточной Европе и России. Соответственно, 59% родителей, которые пробовали, говорят, что результаты есть. Мы, несмотря на исследование, не можем как бы это отрезать. И 19% связывают свои результаты продвижения вообще в плане общения только с этой диетой. Но вот если смотреть американские исследования, они пишут, что часто родители, которые садятся на бисклютановую и бисклютановую диету, начинают выбирать. Обработанная сахара, углеводы, то есть ту пищу, которая, возможно, усиливала вот это нежелательное поведение. Поэтому разбираться, что легло в основу улучшения, мы не сможем в этой ситуации. Надо прислушиваться к родителям родителей, самый главный наш эксперт. Если мама чувствует, что он поел мясо ему очень плохо, а он поел авокадо ему нормально, значит, будем в этой концепции пока что осуществлять коррекцию. А поджелудочная железа, как у этого ребенка работает? А на самом деле белки общая, заменять в основном еще те же самые, там, льгинский сыр, там, молочки, а то есть, ну, вы переходите просто. Вы именно... Я здесь вот, сейчас очень много исследований, они мне очень интересны, это лично моя тема просто, ну, которой я сейчас интересуюсь. Мясо сейчас перенасыщено гормонами роста и антибиотиками. Возможно, заменяя мясо тем, что, ну, не получает антибиотик, мы видим картину в одну, а на самом деле, там, картина в другом. Нам сложно разобраться. Нам сложно понять, что в пище нашей сейчас творится, да, мы вот, чем кормим. То есть, обязательно мама у меня заполняет дневник питания, за три дня, что она дает ребенку, в какое время, что он пьет, что у него в доступе. Потому что, вот, тема с белками, ну, мне очень интересна. Давайте контакты меняемся, будем продолжать ее вместе. Вот, потому что, действительно, может быть, здесь такой ситуации, что он перестал получить антибиотик, и микрофлора наша подросла, да, типичный микробиом, перестал быть атипичным. грубо говоря, он резко стремится, наш организм так устроен, он резко стремится к тому, чтобы стать нормой. И вот, тут столько нюансов, поэтому всегда слушайте родители, да, всегда организовывайте команды, всегда имейте возможность кому-то обратиться за помощью, консультации. При этом много сегодня говорили. Я подержу коллег. Еще вопросы, коллеги? Тогда спасибо всем большое. Спасибо вам большое за интересный доклад, тем таком и желаем, как раз для родителей. Ну что, тогда у нас три не запланированных доклада, их тогда сразу, в принципе, два доклада, и я думаю, что мы попросим Олега Евгеньевича. Хотите тоже что-нибудь может быть рассказать или добавить? Я вас попросила сначала. Мне кажется, логично было. Продолжить темно, возможно. А потом у нас будет доклад о родителе нашего Солнечного мира, о работе с родителями в Центре нашего Солнечного мира. И если успеем, то еще Александр Ушаков расскажет еще одну интересную вещь. Спасибо. Я постараюсь очень коротко сказать, чтобы это не превратилось в 20-минутный ответственный доклад, все же. Прежде чем рассказать как раньше говорилось в царствии в учреждении по обсуждаемой сегодня теме, мне кажется, важные вещи, я хочу сказать пару слов от себя лично. Сегодня утром я узнал о том, что мне предстоит участвовать в этой конференции и, говоря психиатрическим языком, отношение было амбиламентное к этому. двойственное. С одной стороны, я был расстроен тому, что буду участвовать я, это означает, что не будет участвовать Марина Александровна Бельчук, директор нашего центра. Многие знают, я думаю, Марину Александровну, знают, наверное, ее в первую очередь как основателя и руководителя Института интегративной семейной терапии, одного из ведущих учреждений в нашей стране в этой области. Ситуация, как я ее оцениваю, совершенно уникальная, когда большим, очень большим психиатрическим учреждением руководит в первую очередь врач-психотерапевт, семейный психотерапевт. И я действительно сожалею, что ее на сегодня нет, потому что основные изменения, происходящие последние два года в нашем учреждении, они, конечно же, инициированы, с ней поддерживаются, и их. Второе, в моей авиальненности я, конечно, был очень рад, потому что здесь оказался, потому что тема, заявленная в секции, она для меня очень профессионально интересна и по-человечески близка. В 1995 году была запланирована диссертация, связанная с исследованием расстройств адаптации у родителей тяжелобольных детей, тяжелобольными детьми, были дети с детской шизофренией и с детским аутизмом. По ряду причин потом пришлось эту тему оставить. Я защищался по теме все же близкой к аутизму, это дифференциальная диагностика разной формы аутизма на основе гневарбального поведения. В общем, отношения с родителями, переживания и реакции родителей, переживания и реакции специалистов детский аутизм то, что меня интересует сейчас, интересовало всегда, а это и есть наша сегодняшняя тема, тема секции. Когда я увидел, что руководят или ведущими являются представители двух весьма моих уважаемых учреждений, институт роднего вмешательства, легендарное для меня учреждение, которое, как мне кажется, за 20, наверное, с небольшим лет существования, как я думаю, подготовило то, что мы имеем на сегодняшний день, в том числе в плане взаимодействия со специалистами, в плане безусловно раневой оказания помощи. И я до сих пор храню как реликвию, книжку, которую издал в 2001 году, издал институт «Забота и уход», который мне в свое время Святослав с Еленой «Забота и ухода» долг не говорили. Помимо того, что это реликвия, она еще очень полезная книжка, я всем рекомендую. И организация «Контакт», на мой взгляд, мы пытаемся сейчас уйти от понятия эксперт, экспертной позиции в оказании помощи, но, безусловно, Елена и «Контакт» являются экспертами. И когда у врача в нашем учреждении возникают сложные вопросы, когда трудно ответить на вопросы родителей по поводу того, как обойтись с многочисленными организационными аспектами жизни, обучения, оказания помощи в родном роде, когда врач теряется, у нас есть получивая вручалка. Мы говорим о том, что Елена точно знает. Пожалуйста, обратитесь к нам. еще пару слов про себя. Так получилось, что я, как врач, имел возможность работать в трех регионах нашей страны. Это был регион Среднеположье, Самара, затем Санкт-Петербург и теперь это Москва. И хочу сказать, что во всех ситуациях, которые удалось побывать внутри, есть свои особенности в школе, свои традиции, есть свои сложности, в том числе построение взаимодействия с членами семьи. В Петербурге есть монополисты в плане оказания помощи детям в Центре восстановительного уменьшения детской психиатрии. Это свои традиции, свои особенности в Москве, другие, регионы, третьи, но тем не менее везде они есть. Но в то же время везде есть к счастью движение в лучшую сторону и немножко я хотел рассказать о том, что происходит в нашем центре, в центре имени Сухаревой. Некоторые моменты. Первый момент я уже озвучил, у нас есть счастливая возможность сотрудничать с организацией «Контакт». у нас есть возможность и это движение растет, нарастает работать с волонтерами и центр на сегодняшний день открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными лицами. Недавно у нас появился в штате отдельный специалист, который работает с волонтерами. Второй момент. В нашем центре центр действительно огромный, большинство его знают, это стационарная часть оказания психиатрической помощи детям в Москве, потому что амбулаторная часть вне больничной оказывается диспансерами, это 700 с лишним стационарных коек, в которых входят и коеки генов стационара. Есть у нас несколько уникальных отделений. Отделение номер 12, это отделение совместного пребывания родителей и детей на 45 человек. Принимает туда детей начиная с двухлетнего возраста, что тоже в общем-то довольно нетипично для психиатрической больницы. И хочу отдельно сказать о том, что помощь оказывается в этом отделении не только ребенку, но было бы расточительно и неправильно имея возможность в течение полутора месяцев или месяца ежедневно контактировать с членами семьи и не пробовать оказывать помощь. поэтому у родителя, чаще это мама, есть возможность, есть выбор в том числе вплоть до того, что у нее может появиться личный врач, врач-псих терапевт, соответственно, заводится история болезни и мама получает соответствующую помощь ребенку. Помимо всего прочего, конечно, родители участвуют в самых разных вариантах оказания помощи и в работе с нейропсихологом предположим, нейропсихолог передает какие-то свои соображения и свои находки для дальнейшей работы дома с дефектологом, рейдейтерапистом, с семейным психологом и так далее. Есть отделение, которое называется созвучно с основной клинической группой, о которой мы говорим, оно называется РАС, но расстройство монотистического спектра прямого отношения не имеет, эта аббревиатура звучит так, реабилитация, адаптация, социализация. В этом отделении работают разные специалисты, в том числе вот названные и специалисты по EPI, по сенсорной интеграции. Понятное дело, что за месяц или полтора пребывания ребенка полностью реализовать программу они физически просто не успеют, но тем не менее какие первые что они сделают вполне могут и делают. Хочу привести маленький пример того, как работает это отделение. Там в основном работают молодые специалисты с большим энтузиастом, с горячими глазами. Есть такая форма, которая называется на внутреннем нашем лексиконе БЛИЦ, БЛИЦ-диагностика. Выглядит это так. Собирается команда специалистов, обычно бывает 15-18 человек, это врачи, психологи разных мастей, и нейропсихолог, патопсихолог, семейный психолог, дефектовок, мим-терапевты, есть два техноспециалиста, профессиональные мимы, полные, которые проводят очень любимые детьми занятия. Если посмотреть профессиональным глазом, наверное, психологи много могут найти в этих занятиях нейропсихологических каких-то вещей, но это не имеет такая другая работа. Так вот, этот БЛИЦ, в котором участвует большая команда, и один из участников команды это родители, на протяжении часа рассматривает самые разные аспекты, разные возможности и устраивает программу. Хочу сказать, что это очень расточительно для учреждения, потому что час 18 специалистов тратят на, ну, как бы тратят, в кавычках на хорошем слове, но тем не менее, это так, на одного ребенка и одну семью, но мы считаем, что это окупится, да, с точки зрения затрат времени. Отделение, которое называется отделение социального развития и психологической реабилитации. Мне кажется, вы как раз на возле этого отделения работаете или начинали, ну, территориально, Тережкиное. Это отделение, в котором есть самые разные виды занятости и кулинарные, и прочие, привлекательные достаточно, в которые могут участвовать на входе и на входе. Вот. Ну, и еще упомяну, пожалуй, так называемый родительский клуб, куда приходят, куда приглашаются родители детей, которые в данный момент находятся на стационарном лечении, но, уверен, вот опыт открыт для всех желающих. Тема практически, ну, например, как подготовить ребенка к медицинским манипуляциям и так далее. Вот. И, наверное, вот самое важное, что я хотел сказать, на сегодняшний день мы считаем, что самый важный первостепенный, как говорила Ирина, Ирина, задача специалиста, вы говорили о том, что, конечно, специалист должен быть хорошим диагностом, да, он должен обладать прочими компетенциями, должен знать, как лечить и так далее. Безусловно, это в праве необходимо, но первостепенной задачей мы считаем другое. Мы считаем первостепенной задачей умение специалиста восстановить отношения и контакт членами семьи, потому что, если это, по нашему мнению, первостепенная задача не будет решена, все остальные компетенции могут остаться невостребоваными. Я могу быть совершенно безупречным диагностом, но если я не построю контакты с родителями, если я не узнаю о каких сомнениях, переживаниях, не уточню, что происходит в семье и как относятся к какому-то виду лечения другие члены семьи, то все может оказаться просто безмысленно. Все мои компетенции или компетенции другого специалиста будут должны настребованы. Вот. Поэтому, в том числе поэтому мы движемся в эту сторону. Это движение не очень быстро, потому что есть традиция, есть медицина, специальность очень консервативная, как мы знаем, здесь есть и плюсы, и минусы. Вряд ли хорошо, если бы было иначе, тогда бы каждый день нас лечили по-новому, по-разному. Вот. И один из шагов в эту сторону это наша образовательная деятельность, которую мы начинаем и одна из программ, мы ее считаем главной, для нас основной, звучит очень узнаваемо в контексте сегодняшнего обсуждения, она называется навыки эффективного взаимодействия членами семьи больного ребенка, мы планируем обучать и сами совершенствоваться, и сами обучаться специалистов совершенно разного профиля, не только врачей, не только клинических психологов, не только специальных педагогов, но и врачей других специальностей, педиатров, и педагогов образовательных учреждений и специалистов ведомства социальной защиты, правоохранительных органов и так далее, потому что на мой личный взгляд и по мнению Барина Александровна и большинства сотрудников нашего центра это действительно первостепенная задача. Ну и последнее, что я хотел сказать, привлекаясь к теме последнего доклада, я хочу вас пригласить на большую конференцию, которая у нас будет 11-12 декабря, тема конференции расстройства пищевого поведения у детей и подростков. Это не только про нервную анорексию, но в том числе и про нарушение пищевого поведения у детей с аутистическими нарушениями. Еще раз хочу сказать, что очень было приятно и очень интересно и мне очень понравилось слово, которое использовала, мне кажется, Алена Владимировна, Москова, единомышленная кинемия. Действительно, мне кажется, что мы на сегодняшний день единомышленная кинемия почувствуем. Спасибо большое. Спасибо огромное. И тогда мы просим рассказать Алену Викторовну Кузенкову про правительскую группу в центре нашей солнечной бюджеты. Здравствуйте. Меня зовут Алену Тусенкова. Я являюсь родителем одного из детей, которые посещают центр на солнечный мир. И хочу представить вам родительское направление нашего центра для того, чтобы представить то, чем мы занимаемся. Наше направление родительское называется солнечный круг. Сама идея того, чтобы такое направление вообще в принципе возникло родилась из того, что обычно родители приезжают в центр, привозят ребенка, внимание уделяется ребенку, его забирают специалисты, родители остаются один, в общем, наедине со своими мыслями. Как правило, если зайти вне работы нашего солнечного круга, где-то другой центр в каком-то который оказался, то обычно родители сидят в гаджеты, телефоны либо же в своих мыслях в каком-то своем мире. И появилась идея о том, чтобы у родителей было место, когда он приходит в центр для того, чтобы он мог отдохнуть, попить чай, пообщаться, для того, чтобы он понимал, что там его ждут, там он не уделяет внимание, и что он важен и нужен сам по себе. Когда такая идея возникла, специалист на своем центре пришла в холл, основная деятельность солнечного круга происходит в холле, где родители ожидают своего ребенка, пошла в этот холл с раскрасками, карандашами и так далее, села и предложила, давайте мы с вами, может быть, чем-то займемся. Но сначала, конечно, было очень много скепсиса, родители не хотели, не шли, в общем, основной на контакт, не хотели, мы не умеем, мы не можем, мы не рисуем, мы вот, никак. Но потом постепенно привлекалось некоторое количество родителей и другие, глядя на то, как кто-то чем-то занимается, стали интересоваться, когда сюда приходят новые родители, они интересуются, чем же вы занимаетесь, если что-то у вас такое интересное. И из раскрасок, обычных разукражек, да, наше направление стало заниматься какими-то проектами, которые предлагали сами родители. Основное слово это какие-то вот хенд-нэ проекты, которые создаются своими руками, силами родителей и по идее родителей. То есть, например, возникает идея у родителя, который занимается чем-то по дереву, сделать блокноты, самодельные блокноты и предлагается придумывать тему, самостоятельно оформлять. Соответственно, этот проект предлагается, все говорят, да, давайте, и начинается какой-то обмен идеями. Во время этого происходит отвлечение родителя от возможно каких-то неприятностей, которые были в дороге, многих родителей сложностей с перемещением ребенка в общественном транспорте и так далее. Каких-то своих мыслей вспоминают о себе. У многих, например, изначально, когда начинают только в солнечном круге нашим что-то делать, проблемы с тем, чтобы выбрать вообще какую-то тему или вспомнить вообще, что было интересно, что самому интересно, потому что мысли очень заняты реабилитацией ребенка и этими всеми текущими проблемами. У нас вот были блокноты из дерева, были полнороспись по ткани в плане хендмейт-проектов, дали различные поделки для ярмарок. Все это непременно сопровождается на текущий момент чайпитием. У нас мамы сами пекут, поэтому для этого чайпития пекутся пирожки, пекутся какие-то еще изделия, и все проходит в такой, ну, дружеской, теплой атмосфере. Притом оценить это стало, ну, как бы, ценность того, что существует такой солнечный круг, стала очень видна, когда стали появляться в нашем центре интенсивные дети, да, на интенсивах. Родители с интенсива стали через вот такое взаимодействие родителей в солнечном круге очень хорошо вливаться. Притом, там возможно общение не только на отвлеченные темы, но, соответственно, я гляну потом, так как родители возрастных детей, да, и с, особенно те, которые приезжают на интенсив, у них вообще мало информации, и они хотят как бы получить ее больше, но вот тоже так не подойдешь просто к родителям, да, не скажешь, расскажите. А здесь с таким непринужденным общением можно поделиться друг с другом потом. Далее у нас проходят различные фото-выставки. Одна из последних это вот фото-выставка «Наше лето». Фотографии родителей с детьми, как кто провел лето, для того, чтобы поделиться позитивными, положительными эмоциями друг с другом, или была фото-выставка «Чувства» в кадре, где каждый родитель мог выразить какое-то чувство в одном кадре, как он его видит. Наши родители, естественно, родители детей, которые посещают наш центр, они обладают множеством умений. И, например, одна из родительниц, инструкторов по фитнесу организовала бесплатные фитнес-занятия для родителей. Притом это все проходит и проводится в то время, когда ребенок на занятии, соответственно, то есть даже родители, которые не имеют возможности оставить с кем-то ребенка, родители, которые воспитывают одни, имеют возможность вот такого отвлечения и ресурсного наполнения хотя бы небольшого, чтобы уйти с улыбкой из центра на каком-то позитиве. Соответственно, было и вручение грамот за достижения, за то, что наши мамы такие спортивные, такие молодцы. Проводятся тематические праздники для родителей в рамках родительского направления. Например, прошлый год был индийским Новым годом. Сейчас идет тоже подготовка к Новому году полным ходом именно с привлечением родителей, то есть родители, если хотят в чем-то поучаствовать, любые умения и навыки все приверждаются, все приветствуются. Также в рамках родительского направления проходит психологическая помощь. Есть групповая терапия, индивидуальная терапия. В этом году групповая терапия попробует такой способ, как привлечь психологов к нашему чайпитью для того, чтобы родители имели возможность познакомиться предварительно с психологом, потому что опять же, тоже не каждый может так пойти к незнакомому неизвестному человеку и как-то, тем более, что, как правило, очень обосредованно знакомы с психологией и что там происходит во время психологических сессий и даже групповых. А здесь все-таки человек уже становится более понятен. Ты его видишь, ты его понимаешь, к нему уже обратиться как-то проще родители для психологи нашего центра. Также проводится в рамках родительского направления семинары, семинары для мам, бабушек, дедушек. К этому специально было предпринято организация семинара, например, отдельно для баб, проводилась сотрудниками, мужчинами, для того, чтобы наладить лучший контакт, для того, привлечь больше пап к тому, чтобы они пришли и получили необходимую информацию. Потому что бывает папам сложнее несколько, чем мамам прийти и проявиться в каком-то в центре. Также семинар для бабушек и дедушек тоже отдельно. Также для того, чтобы поддерживалось какое-то информирование между родителями, для того, чтобы обменивались опять же опытом вне присутствия центра и о том, чтобы поддерживать какое-то информирование по деятельности непосредственно Солнечного круга. Есть две группы WhatsApp Солнечного круга и настенная газета, в которой обязательно отражается вся текущая деятельность Солнечного круга с указанием как, где, чем можно поучаствовать в текущих проектах. А еще у нас есть такая замечательная пластилиновая картина, созданная родителями своими руками. Это картина полностью из пластилина, которая отражает то, как родители видят направление Солнечный круг. То есть каждый родитель в Солнечном круге имеет возможность выступить как какой-то инструмент, сыграть какую-то роль, какую-то партию, быть востребованным и получить позитив и быть вместе в команде, что очень важно. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Коллеги, тогда, если бы вы еще не совсем устали, давайте мы вас чуть-чуть задержим, если вы не против, да? Потому что мне кажется, что, Саша, очень интересно будет так вот. Итак, Александр Михайлович, Шишаков. Здравствуйте. Я знаю, что все устали. Я устал, я голодный сегодня с утра. Так что, давайте, я постараюсь максимально быстро. Ну, для начала, метод Шишаков-Александр. Я по своему основному образованию социальный психолог, закончил Московский психолоксоциальный университет, с НКППУ мы, естественно, сотрудничали. Ну, в смысле, когда учился, насмотан был совместным преподавателем. И впоследствии, разными путями я в итоге стал работать в нашем солнечном мире. Прошел еще театральную студию Крупп-2. И сейчас я доучился до того, что стал экспертом такой концепции названием Geek-Float-Time. Эксперт-преподаватель. То есть я имею по сути высокий план. А также я руководитель направления игровых взаимодействий в нашем солнечном мире. Сегодня было очень много классных докладов. Все темы великолепные и важные. Очень было приятно всех послушать и про медицину, и про группу поддержки, и про психологическую поддержку. Очень заинтересовало этой игрок-карты. Карточная особая ой, я забыл но там очень смешное название. Обычные семьи психиатры. Пси-карты. И очень много было сегодня сказано про то, что, например, во втором докладе, который рассказывала Людмила Мамедовна, про то, что смотрится на то, как родители взаимодействуют с ребенком, то, как он общается, на каком уровне взгляды совпадают, не совпадают, и там подобное. Мне это навело на мысль просто урон в этот доклад, то, что концепция DeepFloatTime была основана на институте ICDL. ICDL крайне скрытный институт, на самом деле. То есть у нас маленькая такая организация, это онлайн-институт, который задает повышение квалификации американского образца, но мы проводим разнообразные всякие конференции, и очень много информации, которую сейчас, в этом году очень много по DeepFloatTime, целая секция посвящена. Но до этого момента ничего не было известно. Но очень много интересных вещей, которые в итоге я как эксперт нашел, просто начал копаться в библиотеках и там подобное, и я обнаружил совершенно уникальную вещь, на самом деле в Америке не уникальная, а для нас уникальная. Называется Functional Emotional Assessment Scale. Это шкала оценки функциональных и эмоциональных отношений. Это верифицированная методика оценки комплементарности в общем в целом взаимоотношений в паре в воспитателя ну в кейргивера и ребенка. В данном случае оценивается либо родительская пара, ну детская родительская пара, либо специалисты ребенка. Мы с нашими собственными силами начали переводить этот опросник, начали пробовать его проводить и получается убедительная вещь. Скажу, что такое, собственно. Это такая книжка, изданная в рамках института ICDL. Она лежит в открытом доступе в интернете, если что. То есть на сайте ICDL можно найти именно продая версию этой книги на английском языке и все чек-листы. Чек-листы мы нынче перевели, слава богу. Ну то есть смотри сделать. Авторы Стэнли Гринсман, Сирену и Джорджи по своей сути, как я уже говорил, это эксперт. Кстати, это интересный момент. Многие говорят, что сейчас выходит от экспертных вещей, но просто, наверное, у меня неполное представление, что такое экспертное, в данном случае эксперт. Предразумевает человек, который знаком с методикой, знаком с концепцией, знаком с тем, по чему мы оцениваем, скажем так. В данном случае это методика экспертного наблюдения, по сути. Мы наблюдаем за элементом, моментом 15 минут взаимодействия между родителем ребенком, либо специалистом паре, и оценивается по определенным чек-листам. У ребенка, в свою очередь, там два типа чек-листов. Я сейчас покажу. Два типа чек-листов, один для ребенка, один отдельно для воспитателя. У ребенка оцениваются основные способности развития, у воспитателя оцениваются с точки зрения способностей поддержать ребенка в его развитии. То есть, насколько он гармонично взаимодействует с ребенком, насколько он может поддержать его в трудности и укрепить его сильной стороной, соответственно. Какие же это основные способности функционального и национального развития? В рамках гирконцепции выведена, представлена точнее, периодизация национального развития, которая сделана очень эклектично. Здесь я описал своими словами, они имеют свои более структурированные названия, но так или иначе, это периодизация, формирующаяся в рамках от нуля до сорока восемь лет. При восьми месяцев при хорошем, при гармоничном развитии ребенка может нарушаться каждая способность, может дисгармоничная работа Donselva меняться и тому подобное. Самая базовая, так как из дерева, корни у нас внизу, это самый старт, это способность саморегулировать свое настроение и активность, способность организовать внимание. Ребенка оценится по этой шкале и дальше от этого входит способность организовать вообще игровые действия и взаимодействие с объектами и людьми, способность формировать связь и привязанность, А также мы называем влюбленность с воспитателем Следующая способность, которая строится на всем предыдущем Это способность вступать в взаимное эмоциональное взаимодействие и коммуникацию Потом поддерживать поток общения Поток общения, несмотря на то, что сейчас уже огромное количество времени Почему-то люди здесь всегда-то слушают все еще Почему-то заинтересованы в общении Более того, оно взаимное И ребенок, который вышел на уровень поддерживания потока общения Он знает, что родители всегда есть где-то, даже если не видно в поле зрения И он в случае чего может позвать, может обратиться за помощью Потому что сюда же стоит включать способность ставить и решать задачи А также социально регулировать эмоции и поведение Эта периодизация появляется в районе, по-моему, 14 до 10 тысяч от месяцев Точные цифры попу вспоминаю Следующая способность проявлять чувства и идеи И, как это называется, воссоздавать свой опыт, скажем так, полученный ребенок И последнее, это эмоционально-логически-абстрактный быстрый Это шесть базовых способностей, в рамках которых мы оцениваем У ребенка она дефицитарна ли, или будет он гармонично, дефицитарно или отсутствует И, соответственно, есть три, ну, по каждой способности описания То есть, что вылечет за собой отсутствие определенной способности Собственно, ФИАС позволяет выявлять конституциональные особенности То есть, особенности саморегуляции, особенности сенсорики, особенности внимания у ребенка И у взрослого, как это не знаю Специфику эмоционально функционируют в отношениях Одна из немногих методик, которая показывает определенную степень привязанности То есть, можно понять, насколько она, ну, там не будет чисто такого, что у вас, не знаю, парадоксальная привязанность И все, иди сюда, уходи отсюда Но может выявлять определенные трудности в этой сфере То есть, то, что родитель может, например, вести себя непредсказуемо для ребенка То есть, когда ребенок не подходит Также саморегуляция, социальная регуляция эмоций и поведения Степень социальной коммуникации, а также степень соответствия Это термин, который в Америке называется годный сурфит Я перевел как степень соответствия, у нас он, в принципе, так Это насколько гармоничное взаимоотношение в общем Ну, то есть, для кого это подходит Сама методика рассчитана на детей от 7 до 48 месяцев Отдельные чек-листы по месяцам, от 7 до 9, ну, там, отдельно И потом там 3, 9, 3, 4 с чем-то последнее Соответственно, для каких детей это могут быть нормально развивающие дети? Ну, то есть, дети с проблемами развития, то есть, их культурные проблемы Это дети с инструктором тераписенсорной интеграции, СДВГ и там подобное Дети с нарушением взаимодействия, которое приводит к состоянию тревоги, импульсивности, депрессии Дети с привозимым нарушением развития Также, ну, взрослые, если у взрослых есть там нарушение детско-родительских взаимоотношений Разрослые привязанности, всяческие проблемы высокой тревоги, это всегда тоже А также схемы со сложной жизненной ситуацией Как в самой книге написано, недостаточно исследований было проведено для понимания семей со сложной жизненной ситуацией Ну, то есть, а также с... ой, я забыл, какая там сфера, еще одна нибудь можно... Вот, в общем, такой подводя небольшой итог Результат эффект нам не позволяет выставить формальный диагноз Но в любом случае, в сочетании с другими диагностическими методиками нам позволяет выставить более эффективную программу, систему реабилитации Потому что результат могут показать проблемные сферы в отношениях между воспитательным и ребенком Где они не соответствуют друг другу Показать сильные стороны участников, отношения к которым необходимо упираться А также показать сферы, в которых ребенку требуется поддержка То есть, в данном случае, если мы оцениваем, например, работу специалиста с ребенком, то мы можем... Ну, для меня было открытие, буквально мы сейчас начали проводить минимальное количество исследований, просто проверяя опросники Вот, было самое забавное открытие, которое было для меня в плане диагностической методики Если по общим баллам смотреть, то итог окажется абсолютно смешным в плане термина В общем и целом, если не смотреть в нюансы, то можно выявить отношения гармоничные в зоне риска или нарушенные То есть, там, мы посмотрели специалистов нашего направления, соответственно, которые взаимодействуют с ребенком И большинство не гармоничные взаимоотношения с ребенком Возникает вопрос, и что? Но, вполне себе, это очень емкий термин, гармоничные В гармоничных отношениях ребенок развивается Ну, то есть, в данном случае, подразумевается то, что эти отношения для ребенка полезны в любом случае И дальше уже можно смотреть по нюансам Где, в каких сферах, они не очень гармоничные То есть, там, где-то может по балламу подходиться Ну, в общем и целом, оказалось, что хорошо Хорошо, специалист работает с ребенком Ну, то есть, у них взаимоотношения подходящие друг к другу Вот Я к этому слайду еще вернусь Я показываю оригинальные чек-листы Оценивается в взаимодействии с ребенком Вот, например, это один из уровней саморегуляции интерес к миру Дальше, там, показывать интерес к игрушкам через лицевую вербальную экспрессию Я дословно перевожу этого самого интереса Либо, там, держа второго игрушки Но, при этом, не слишком поглощается игрушками Так, что кажется, что игнорируют окружающих Это чек-лист, начало чек-листа Для ребенка 7-9 месяцев А, в данном случае, оценивается воспитатель То есть, уже пункт того, что воспитатель погружается в игрушки больше, чем в ребенка Или уже один из вариантов И, при этом, здесь оценивается отдельно по символической игре Либо в сенсорной игре Ну, то есть, в сенсоматомной игре А пункт экзамен Это, когда эксперты считают Ну, кто проводит методику Считает то, что Эта способность может проявиться То он увлекается Ну, увлекается в взаимодействии с ребенком Постфактум Посмотреть, может ли ребенок С поддержкой специалиста Выйти на этот уровень Вот, дальше, соответственно Например, воспитатель Показывает ли удовольствие во время игры И, в данном случае, оценки Депрессивный либо ровный Либо скомканный эффект Контекстуальный, но нейтральный Либо увлеченный, теплый Ну, в данном случае Почему я его экспертный? Потому что нужно понимать Что мы хотим увидеть Какую степень аффекта Какую степень эмоций Мы хотим увидеть Когда родитель общается с ребенком Ну, то есть, насколько он увлечен Для этого надо много знать И смотреть на Нет, типичное гармоничное развитие Того, как родители с маленькими С ними общаются Вот То же самое для ребенка Тот же самый возраст В данном случае Проявляет интерес к игрушкам И исследует объекты свободно Остается спокойным На весь игровой период Без признаков дестресса То есть, плача или нитя Показывает адекватную инфруктуру То есть, если у него что-то не получается Комфортно Ему комфортно трогать Текстурированные игрушки Либо пушистые игрушки Или Ну, когда это ему касается Воспитательных, в случае Ну, это Прикосновение Вот И дальше, соответственно Там есть отдельно По сенсорной системам Например Недостаточная активность Такой Расслабник, как мы это проявили А есть Врисброву Не помнишь уже? В общем С трудом вовлекается в окружение Такой вялый Очень медленный в действиях Но иногда может вовлекаться И показывает нормальный уровень Вовлеченности в окружение Ну, то есть В данном случае Оценивается, соответственно Способность Впоследствии Может ли родитель Поддержать его В этой сфере То есть, может ли родитель Вовлечь ребенка так, чтобы он Включился в взаимодействии с И с окружающими Вот И дальше Это вы найдете в книжке Если заинтересуетесь В данном случае Вот на каждой стадии Например Двухсторонняя коммуникация В данном случае Адаптивные способности Когда она Сформирована способность Гибкий Широкий диапазон Эмоциональный Взаимно Взаимно Взаимоотношения Многоконсенсорные Вот Особенно с Родителями Вот Дальше Дальше Если Патологические Ну Дезадаптивные Вещи Это Поведение Эмоции Случайные Хаотические Либо Суженные Рикидные Стереотипные И Взаимношения Соответственно И В данном случае Если Мы говорим Про адаптивного Воспитателя Читает Поддерживает Взаимно Сигнал От ребенка В большом диапазоне Чувств И эмоций Нет Дезадаптивный Воспитатель Игнорирует Либо Промахивается Не понимает Сигнала ребенка То есть Например Слишком навязчивый Либо наоборот Депрессивный Либо избегающий Вот Очень плохо В плане качества И здесь Такие же шкалы По Соответственно Для ребенка По каждой способности Вот Соответственно Я хотел сказать Про эту методику Потому что Она На мой взгляд Все-таки Уникальна В своей способности Проявить Именно Взаимоотношения То есть Там достаточно Большие чехлисты Вот Но При этом Даже Даже На поверхностном уровне То есть По итоговым баллам Можно понять В данный момент Времени Конкретные Взаимоотношения Они Помогают Ребенку Или Они Фрустрируют Ребенка Или Они Находятся В стагнированном Поставим Вот Спасибо огромное Внимание Вот Спасибо 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 Вам Уважаемые коллеги Можно 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 Смотрите И Не Получить Корочку Потому Какое-то количество Ограниченного Людей Набирать Мы Сможем Сертификат Выдать Это Вот Саша Лучше Знаете Эту механику Я так понимаю Отдельно Можно Корочку Потом Получить Оплатив Я могу Добавить Обучение По флор-тайму Строится На 5 модулях Самый первый модуль Теоретический модуль Он называется 1.01 И его Посечение Этого модуля Неограничено По количеству людей Вы можете Прийти 30 человек 40 человек 100 человек Не так важно В данном случае Потому что Это теоретическая база Это 12-часовая лекция Там Есть конечно Элемент беседы Но В любом случае Это именно беседка Теория Дальше идут модули Они все построены на взаимных отношениях То есть Максимум 10 человек Мы можем взять на один модуль За один раз Потому что Там идет Индивидуальная работа Каждого специалиста И Индивидуальной супервизии С экспертами Которые Кучи в данный момент То есть От специалиста На 2.00 Модуле требуется Показать Две презентации По 10 минут Своей работы с ребенком И Свой анализ Того Как видится ребенок Какие сильные стороны Видятся в ребенке В своих отношениях Ну и дальше Потом идет Груповое обсуждение И потом Он отдельный Индивидуальный супервизион Вот Ну и соответственно Мы не можем взять больше людей Потому что Чем больше людей Меньше качество На самом деле Я знаю там про часть Но Есть возможность Если вы из региона Походите То Эти Курсы Можно наверное Через ваши общественные Организации Региональные Родительские Тоже организовывать То есть в принципе Можно написать там Саше Или можно написать нам И мы постараемся Найти кого-то Кто сможет это ваше желание Там Поддержать И реализовать Поэтому все возможно Пишите Спасибо 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 Спасибо